Сразу открою секрет, что математика работает понятно как, и алгоритмы работают понятно как. Самое сложное, как это продать. И вот об этом я буду постоянно говорить во время презентации. Поэтому берите листики, делайте зарисовочки, если что-то непонятно, ничего страшного, перешагивайте просто. Попытайтесь просто расслабиться и понять суть, именно бизнесовую суть. Как зарабатывать деньги на бигдате, какие есть алгоритмы, какие есть подходы. Ещё скажу, что мы несколько лет занимаемся бигдатой, у нас есть облачный сервис по персональным рекомендациям облачный сервис битых, у нас там большая посещаемость, я дальше покажу эту статистику. Но суть в том, что мы давно достаточно работаем с большими данными машинным обучением, и поэтому по ходу будем делиться опытом. Ещё хочу сказать, что на рынке хорошей информации по практическому использованию бигдата, её очень мало. её либо не раскрывают, либо раскрывают совсем без конкретики, либо вы попадаете на какие-то дикие математические трактаты, которые совершенно невозможно понять, там нужно Архангелом 99 уровня что-то понять. такое некое кидалово информационное, вот я попытаюсь этот пробел устранить. Ну что, начинаем. Вот тут у нас немножко юмора. На самом деле, многие говорят о машинном обучении, о больших данных, но по факту, как правило, не понимают вообще, как это устроено, как это работает, и это очень печально. То есть, есть как бы копипаст идеи алгоритмов, без совершенного понимания сути вообще, сути задач, сути проблемы, и поэтому, когда человека спрашиваешь, приходишь конкретно, вот скажи мне, как это работает, как, например, провести, допустим, физическую регистрию в мирном пространстве, человек смотрит в бутырящем глазами и не понимает, как тебе ответить, потому что он не знает сути, не знает глубины. Это проблема. Кратко про нас, очень кратко, презентация без рекламы, но просто, чтобы было понятно, чем мы занимаемся. Это упрощенная схема нашего BitX24, это облачный сервис, ну и как бы сравнивать облачный SharePoint в кавычках. У нас несколько дата-центров по всему миру, это инфраструктура сама, ну так из нее мы частично собираем данные. Это в Амазоне мы размещены. А наш сервис BigData, он представляет из себя некий, в общем, мы собираем некую информацию на домене BitXInfo. Вот мой коллега Саша Демидов занимался активно разработкой модуля NginxFlo. Это важно, вообще я про него отдельно расскажу, про этот модуль. Если Саша он расскажет. Эта задача вообще была очень интересная. То есть мы собираем некие данные на домене, да, кладем его в Amazon Kinesis. Ну это буфер обычный, это очередь сообщений. Можно, если у вас не Amazon использовать, например, патч Кавка или там какой-нибудь RabbitMQ. Дальше мы это все фильтруем. В данном случае пока воркеры на PHP, ну ничего там сложного, например, на Java переписать это нет. Но пока такой необходимости нет. Дальше мы это все складываем в NoSQL решение от Amazon DynamoDB. Почему в NoSQL? Ну потому что данных много, ежедневно там миллионы записей. Вот. А приходит на вход около 1000 запросов в секунду. Ну любая базка реляционная скорее всего умрет, либо нужен дикий кластер за огромный день какой-то. Ну не верится, что какая-то базка вообще выжит такую нагрузку нормальную. Поэтому у нас NoSQL решение. Если вы не в Амазоне, вы можете использовать, например, Cassandra. Тоже вот. Ну кто-то Redis использует, да. Но вот в Highload Cassandra вот, наверное, лучшее решение. Вот. Дальше, дальше мы данные, так я еще перелистну. Дальше мы данные выгружаем в нескольких таблиц, вот домены полуксобытий пользователей, да, я тоже сказал. Дальше мы часть данных выгружаем в S3. Почему? Ну и что такое S3? Друкбок там работает. Это некий сервис хранения объектов, хранения файлов. Вот. Для чего выгружаем из DynamoDB? Ну потому что напрямую ходить в DynamoDB достаточно дорого. Делать запросы по данным, поэтому мы кладем все в файлик. Файлик можно разместить либо в S3, либо если у вас какой-то кластер, например, в HDFS в Hadoop, либо в другой близкокластерной файловой системе для анализа. Некоторые используют другие хранилища, мы о них потом поговорим. Допустим, можно сразу заливать в колумно-ориентированную базу данных, либо в какой-нибудь Wario House, типа Amazon Redshift, типа Vertica, например. Типа Hive. Про Hive я дальше скажу. Ну то есть, чтобы SQL гонять. Ну мы так не делаем, нам проще гонять данные запросы через Spark. Дальше у нас Apache Spark стоит. Ну в принципе сейчас как бы это конкурентная среда обработка больших данных. С одной стороны всем известен Hadoop, но с другой стороны он достаточно устаревшая технология, он как-то написан очень странно. Видно его писали за недельку, а потом начали завешивать. Но с другой стороны это огромная инфраструктура. Ну, Spark выглядит более привлекательным, потому что в нем вот эта методика вычисления и обработки запросов, она реализована в виде Directed, это циклограф. То есть ты берешь и пишешь, фактически ты SQL-ку пишешь и SQL-запрос на языке революции аналгебры, который выполняется на кластере параллельно. Поэтому Spark удобен, Spark нам нравится. Единственное, не нравится, что Spark написан на скале. Ну так сказать, скала немножко как бы довольно такой экспериментальный язык, да, и люди как бы немножко шарахаются в сторону. Дальше что? Дальше у нас данные обрабатываются на Spark, выгружаются в систему рекомендаций. Технология Apache Tomcat, Apache Mahout. Mahout – это библиотека математическая для Java. Ну, довольно понятная, простая математика, и на ней мы сделали кластер рекомендаций, который выдает рекомендации на домене analytic.info. То есть персональные рекомендации. Дальше мы подробно-подробно об этом поговорим. Так, если какие-то вопросы по ходу, вы не стесняйтесь задавайте. Презентация, да, будет выложена, если нет. Что-то моргает. А, да. Сейчас вот я… Так, это чего тут? Ага, спасибо. Идем дальше. Значит, кратко по нашему сервису. Тысяча запросов в секунду, десятки тысяч интернет-магазинов, подключенных к системе. Ну и мы наблюдаем ощутимую рост конверсии у людей. То есть мы сами видим на нашем проекте, что у людей растет конверсия. Там 7, там 37% по-разному. Вот. Теперь, значит, о чем будем говорить? Почему алгоритмы для менеджеров? Потому что если я сейчас буду рассказывать алгоритмы для математики, алгоритмы для программистов, мы с вами убьемся, будем два часа рассматривать байсовую классификацию. Зачем нам это надо, ребята? Нам надо понять, как зарабатывать деньги на большие данные. Поэтому алгоритмы для менеджеров и некие полезные технологии. Именно прикладные технологии в электронной коммерции. Мы разберем практические кейсы в электронной коммерции, а не просто как бы. Вот. Без математики, как я сказал, у нас не будет математики, почти не будет. Ну, если там останется чуть-чуть математики, ну, где вообще нельзя без нее. Но я обещаю, что как можно меньше. Вот. В итоге мы разберемся в обширной терминологии, алгоритмической терминологии машин обучения и применения электронной коммерции. Мы поймем, обратите внимание, я выбрал самые базовые боевые алгоритмы, которые действительно работают, которые популярны сейчас. Я их собрал из различных источников, из различных технологий, наших исследований и так далее. Только базовые. Мы не будем какие-то детали математические исследовать. Нет времени на это. И пользу для бизнеса. Вот. И в конце мы научимся, мы поймем, как можно построить эффективный процесс обработки больших данных и машинного обучения в электронном коммерции в компании. То есть я буду везде давать оценки, сколько это стоит примерно и за сколько это можно реализовать, каким количеством разработчиков. Вот, значит, первое, поехали, да. Что происходит вокруг сейчас по поводу больших данных? Ну, это был шип-термин, большие данные. На самом деле, ну, все говорят, на самом деле это маленький кусочек большого айсберга. То есть вы, как только вы туда влазите, вы понимаете, что там много данных, это только начало, что помимо больших данных есть еще математическая статистика, есть кластерные технологии обработки, есть программирование кластеров, есть машинное обучение. То есть совершенно, можно сказать, разные области, в которых нужно быть квалифицированным, квалифицированным человеком, чтобы понять, как это работает. В этом самая большая проблема, на мой взгляд. То есть никто не понимает картину в целом. Все по чуть-чуть. В итоге некий такой бардак. Ну, плюс появляются там сервисы различные. На мой взгляд, уровень вхождения очень высокий. Чтобы понять все вообще, понять всю цепочку от математики до разработки, до денег, нужен высокий уровень. Мы попытаемся сегодня все-таки войти туда и понять. Это проблема. Видите, что происходит дальше. Ну, вот смотрите, да, это некоторые составляющие этой проблемной области. Высшая математика. Вот я разработчик, скажу честно. Вот мой коллега, хороший там, административно-работчик или эксперт по эксплуатации огромных систем. Кто там менеджер? Ну, высшую математику. Ну, кто сейчас занимается высшей математикой на работе? Да единицы. Тем не менее, везде в большом машине обучении вы будете встречать высшую математику. Компьютер сайенс – это алгоритмы. Там тоже встречаются и, к сожалению, и к счастью. Да, допустим, надо понимать. Программная инженерия тоже нужна. Мы должны уметь писать нормальный код, его дорабатывать и не выбрасывать через месяц, потому что мы запутались с ним. Матстатистика нужна. Хотя бы на базовом уровне понимать, что такое дисперсия, что такое среднеквадратическое отклонение, что такое коэффициент корреляции некий. Ну и дальше мы это поэтому пройдем. Это требуется от нас понимать. Обработка больших данных, опять же. Алгоритмы, которые обрабатывают большие данные, совершенно другие. Как правило, это алгоритмы реализованы через парадигму MapReduce. То есть, что вы знали об алгоритмах из Кнута, из Седжика, допустим, классические алгоритмы сортировки, поисков, кластеризации. Ни хрена это ничего не работает с большими данными. Там алгоритмы придумываются свои, их гораздо меньше. Они по другой вообще технологии делаются. Они принципиально другие, потому что требуется распределенное вычисление. Потому что вы можете на кластере, например, произвести сортировку. Или на кластере произвести кластеризацию. В лоб обычному алгоритму вы не решите эту задачу. Про параллельный алгоритм только что сказал. Дальше. Очень везде, где никуда не влезет теория вероятности. Везде. На уровне теоремы Байеса требуется, если вы что-то пишете серьезное, сегодня этого не будет, но вообще требуется понимание теории вероятности. Обычно там просто вероятность, условная вероятность, теоремы Байеса, нормальное распределение, корреляции. Это, к сожалению, везде. И линейная алгебра. Матрицы, особенно если это кластеризация, матричная факторизация, система рекомендаций товарных. Там производится матричная факторизация, сжатие размерности. Линейная алгебра везде вылазит. Ну, начиная с EigenValues, заканчивая сжатием размера симметричной факторизации. Это, к сожалению, да, чуть-чуть в этом мы попытаемся как-то понять. Идем дальше. Когда мы лезем, как обычно, в Google, мы встречаемся с жуткой трешовой информацией, в которой люди, как правило, не понимают ничего. Слева у нас мы видим, тут у нас что-то, условная вероятность формула, там, P, это условная вероятность. Потом лог, логарифмы. Справа у нас пошли, там, эти суммирования, тоже, там, эти, так сказать, теория множеств начинается. Потом какие-то термины, типа, логистическая регрессия. Вы считаете термин, оказывается, это не регрессия нифига, это линейный, это классификатор, просто классификатор. То есть, в самой математике, когда начинаете разбираться, там у них самих путаница в голове. Вот. А нам это еще программирует все. Вот. Заходите на ресурсы, там, типа, machine learning, там, таким профессорским языком, хардкорным, что-то писать. Ну, мы же знаем с вами, что хороший математик, хороший, отличный математик, опытный, он плохо программирует, потому что программирует учиться всю жизнь. И получается, что нельзя, получается, что эта информация доступна только математикам, а реализовать ее кем-то другим, а оценивать кем-то другим. Получается жуткая такая неостыковка. Вот. И про прохождение я уже говорил. То есть, ну, вы можете попытаться сейчас начать наверстывать вот эти знания из этой области, но, на мой взгляд, нужны годы. То есть, не тратьте на это время, все равно не разберетесь быстро в том вот деталях. Не разберетесь. Вы одну теорию вероятности будете два года изучать, чтобы понять вообще, как это устроено. Я не говорю там о чем-то другом. Поэтому, ну, чтобы, допустим, как-то совесть успокоить, ну, прочитайте справочник по высшей математике. Или хотя бы по элементарной, вспомните. Этого достаточно, вы хотя бы будете уже, ну, не так стыдно уже нам будет, да, там, что-то дальше читать, допустим. Вот. Что дальше происходит? Ну, помните игру «Диабл», да? Мы же помним, да, что человек в жизни прокачивается, ну, вообще, как бы хорошо прокачаться можно, там, на одного, там, двух героев. Ну, в основном на одного. На это уходит, там, год. Год. Вот. А фактически, да, нас, от нас сейчас требуют, чтобы мы, там, прокачивались по нескольким направлениям одновременно. Но это никому не интересно, это сложно, это дорого. Ну, так не бывает в жизни. Но, тем не менее, такие сейчас требования рынка. Нас требуют прокачивать по нескольким направлениям. Что с этим делать, не знаю. Ну, давайте сейчас без депрессника, да? Сейчас все вы забудете, что я говорил. Вот. Забывайте, и мы немножко с другой стороны посмотрим на проблему. Мы посмотрим на проблему так, как смотрят на проблему самообороны карате. То есть, обычных крестьян учат драться, а их, ну, помним Окинау, да? То есть, обычным людям, с обычными людьми разучивали несколько, там, ударов, несколько блоков, несколько движений. Ну, разучивали их очень хорошо. Таким образом, эти люди могли противостоять вооруженным самураям даже. То есть, оказывается, да, не обязательно быть самураем и серьезнее учиться. Достаточно понять основные принципы, научиться делить, там, на тысяча, на сто сложные концепции в большом обучении, да, в больших данных и машинном обучении. И, в принципе, мы с вами будем выживать. Мы будем считать деньги, мы будем, там, понимать, там, сколько это стоит, сколько программистов надо, чтобы реализовать. И, в принципе, выжим. Поэтому, мой подход сейчас, который я предлагаю, это, вот, в стиле карате, сейчас мы выучим несколько приемчиков боевых, да, и нам станет, нам станет гораздо легче, и мы сможем драться на этом поприще. Итак, первый, первый приемчик, это понять, что, что такое исходные данные в машинном обучении. На самом деле, ничего там сверхординарного нет. Целые числа, мы с вами знаем, что это такое. Число с плавающей точкой, мы тоже знаем. Дальше, вот, встречается в термии полиномиальные значения. Полиномиальные. Ну, это вот, допустим, набор красный, синий, зеленый. Типа, множество значений. Одно значение из множества некого, да. Встречается в термии биномиальные значения, это предсказание пола. Да, нет, мужчина-женщина. Спам не спам. Даты встречаются. И, вот, я сейчас про графы чуть дальше расскажу. И тема некая, вот, интересная, это выбросы. То есть, что такое выбросы? Выбросы, вот, у вас есть некие данные. Вы их собираете, собираете, потом ба-бах, у вас зашкаливают данные, там, ну, например, возраст миллион лет у человека. Это называется выброс. Вот, если вы эти данные оставите и не выкинете, или не преобразуете, допустим, в среднем значении, там, по остальным, то у вас будет большая проблема. У вас, ваша модель математическая будет страшно глючить и работать неправильно. Поэтому первое дело, о чем надо думать, когда вы начинаете собирать данные, это об их фильтрации. Уберите, там, например, отрицательные значения. Если вы знаете, нет отрицательных в возрасте, уберите отрицательные значения. Уберите, там, огромные какие-то значения. То есть, сначала просто выкните по диапазонам. Существует куча техник математических с разной производительностью. Некоторые вообще с большими данными не работают, некоторые с небольшими, там, данными работают. Некоторые, допустим, ну, разные техники. Вы сами посмотрите, какие. Но они есть. Но они требуют, они достаточно достаточно ресурсоемки. Они там пытаются теоретически определить выбросы. Пока же, вот, мой совет, просто выкините данные отрицательные и большие положительные. И графы. Вот, смотрите, тут вот, тут гораздо сложнее. То есть, мы сейчас с вами будем работать, дальше обсуждать данные, обычные данные, которые в машинном обучении представлены в виде векторов. Просто вектор значений, там, 100 мерный, 1000 мерный, просто вектор каких-то значений. В колонках у нас название атрибутов, да, в ячейках значения. С этим, как правило, понятно, люди понимают, что это. Но многие, 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 много информации сейчас в мире представлены в виде графов. Социальные сети и так далее и тому подобное. Это города. И вот возникает фундаментальный вопрос, как проводить машин обучение на графах. Скажу сразу, это гораздо, гораздо сложнее. Алгоритмов очень мало. Никто не знает, как эффективно это делать. Есть всякие хаки, как граф преобразовать в массив, например, используя матрицу. Есть граф ядра в машинном обучении. Но опять же, это темы очень пограничные. В книгах, в обычных книгах, которые сейчас на рынке по большим данным, по машинному обучению, я не буду их причислять, но в Амазоне, вы увидите, там они в топах продаж. В этих книгах такие алгоритмы описаны либо в самом конце, либо вообще не описаны. То есть это высший пилотаж, поэтому с графами мы сегодня ничего не будем обсуждать. Если интересно, поймите текущий материал и почитайте по графам. Но скажу, гораздо сложнее, алгоритмов гораздо меньше, все требует гораздо больше усилительных ресурсов и в лоб нифига там ничего не решается. Идем дальше. Значит, еще второй прием, который мы изучим, это элементарная статистика. Разберитесь, потратите время, что такое среднее арифметическое, среднее выборочное, что такое дисперсия и среднеквадрогическое отклонение. Эти вещи мы изучали в ВУЗе или, может, в школе. Они элементарные. Они будут встречаться везде. Это вот просто надо понять один раз на всю жизнь. И все. И будете спокойны дальше воспринимать описание алгоритмов. В общем, с этим мы разберемся. Дальше. Линейная корреляция вызывает вопросы. Зачем она вообще нам нужна? Допустим, расскажу. У вас есть две колонки. Вам надо понять, насколько данные коррелируют в этих колонках. Например, возраст и размер зарплаты. Или возраст и вес. Вот если данные в колонках коррелируют, близки, у них линейная зависимость по линии. Увеличение этого ведет к линейному увеличению другого. То эта линейная корреляция, она прекрасно обсчитывается с помощью известной формулы корреляции Пирсона. Формула тоже простая. Школьник сейчас поймет. Но проблема в другом. Если у вас данные коррелируют нелинейно, и справа на рисунке это видно, то Пирсон врет. Он не может, например, показать корреляцию данных. Вот посмотрите нижний ряд. Мы видим, что данные коррелируют. Они зависят друг от друга. Но две колонки. Но при этом Пирсон показывает, что корреляции практически нет. Коэффициент корреляции Пирсона. Поэтому рекомендуется в данном случае просто использовать. Google рекомендует, его исследователи. Так называемый коэффициент Mutual Information, Mutual Information Коэффициент. Его называют коэффициентом корреляции 21 века. Поэтому, если у вас проблема, вы не можете понять, вы видите, что данные коррелируют, вы чувствуете это в колонках. Но обычная корреляция не работает. Используйте Mutual Information Коэффициент. Это из новейших систем. Идем дальше. Третий прием, который надо понять. Что мы сегодня будем предсказывать? Мы будем предсказывать и покупателей, и по товарам пройдемся. Но поймите первое. Я уже говорил, мы собираем данные о каких-то событиях. В данном случае, давайте представим, что мы собираем данные о покупателе. Куда собираем? Вектор. Что такое вектор? Ну, просто список значений, допустим. 100 значений у нас – это вектор. Мы туда по покупателям, если у вас есть покупатель в магазине, давайте собирать все, что есть. Пол, возраст, статус, урлы, количество обращений в саппорт. Ну, вот в BitX24, например, мы активно используем математическое обучение. Что мы собираем? Мы хотим, короче, провести машину обучения по пользователям и определить, кто из них, например, скоро уйдет или какие порталы скоро отвалятся. Какие данные мы собираем? Мы собираем данные об использовании данными порталами или пользователями инструментов продукта. Например, сколько раз человек создал задачи, сколько раз он обновил задачи, сколько раз он удалил задачи, сколько он написал в веки раз, сколько он обновил информацию в веки, сколько он искал, сколько он открывал каталог. Понимаете, да? Рецепта, что собирать, нет. Никто не знает, какие данные нужно собирать. Есть расплучительная информация, что подтверждена на практике, что примерно 20% информации в Big Data полезно. Все остальное мусор, и вы ничего из него не вытащите, ничего, золота там не найдете. Поэтому собирайте все, что есть. Ну, обычно для анализа, например, кто из пользователей скоро уйдет, мы дальше кейс разберем, обычно собирают вот такие счетчики. Все, то есть метрики активности пользователя. Причем надо собирать не просто счетчик, а, например, сколько он совершил действий в месяц, сколько задач создал в месяц, сколько задач создал в среднем за неделю, сколько, например, за квартал. Таким образом, вы получите вектор, который описывает некий объект, например, пользователя, с некими счетчиками. Для чего? Мы поговорим дальше. Ну, вы понимаете, да? Теперь для чего это нужно? Смотрите, что такое вектор? Ну, допустим, представьте себе двухмерный вектор. Что это такое? Это точка на плоскости, правильно? А, меня спрашивают, а строковые данные? Строковые данные, их тоже продаются в векторизации. Я сейчас об этом скажу. Вот мы про векторы говорим. Значит, понимаете, если двухмерный вектор – это точка на плоскость, ее можно визуализировать. Мы же люди, мы хотим визуализировать. Если это трехмерный вектор, то есть три позиции вектора, это точка в пространстве, 3D. Если это четырехмерный вектор, ну, например, можно представить точку в пространстве и цветом. В данном случае у нас будет 50-мерный вектор. То есть вы понимаете, что визуализировать это сложно, но вы понимаете, что это некая точка в каком-то пространстве. Таким образом, все наши покупатели, на самом деле, это просто точки в пространстве. Я думаю, это понятная концепция. Это просто точки в пространстве. Понятно. В 100 мерном, в 500 мерном, в 1000 мерном, неважно, это точка в пространстве. Покупатель, магазин, все, что мы дальше будем продвигать машинам обучения. Теперь вопрос о текстах. Допустим, есть текст, и нам нужно преобразовать его к вектору, потому что алгоритмы машинного обучения принимают на вход, как правило, подавляющиеся в вектор А. А что делать с текстами? Что делать? Счетчик, да, это зависит от времени. Зависит за некий интервал. Вы снимаете активность, пользуясь за некий интервал. Обычно делают так. Теперь, что делать с текстами? Вспомним, помните этот спам-фильтр? Приходит письмо, спам, не спам. Это работает машина обучения, некий бинарный классификатор, который преобразует письма, преобразует вектора, вот такие, которые мы сейчас увидели с вами, в каком-то нмерном пространстве, строго нмерном пространстве в каком-то, и откидывает вектора налево и направо. Вопрос. Каким образом текст можно преобразовать в вектор? Существует прям целое направление, это векторизация текста. Как это работает? Вот на пальцах объясню буквально быстро. Мы собираем словарь всех наших писем, если мы делаем классификацию, спам, не спам, всех писем. Получается, допустим, 100 тысяч слов у нас всего. Дальше, берем письмо, представляем вектор размерностью 100 тысяч, и ставим единички там, где слова встречаются, и нолики, где слова не встречаются. Понятно? Это самый простой способ лоб, так называемый back-of-words, мешок этих, корзинка слов. Более заширенный способ, это использование коэффициентов. Мы можем проставить единички, а можем проставить количество встреч этого слова в данном документе. Троечка, пять раз, три раза встречать, пять раз встречать, то есть по частотности. Это простой примитивный способ. У него есть куча недостатков, они описаны в литературе, поэтому нередко используют подход, когда слова считают коэффициент tf и df. Это терм-фреквенция, инвест-документ-фреквенция. Прочитайте в Википедии, что это, понятная вещь, то есть таким образом слова ключевые в документе, то есть которые встречаются только в документе часто, и как правило их больше нигде нет, это слова являются ключевыми, то есть простая математика. И у них коэффициент будет выше. Таким образом вы можете вместо цифер частот поставить tf и df, коэффициент, и у вас ключевые слова будут там с большим значением. Следующий способ для текстов, более заощренный, вот раз мы эту тему затронули, запишите, пожалуйста, это подход, который использовал Google, Word2Vec, библиотека, Word2Vec, слово 2, циферка 2, век, вектор, слово вектор. В данном случае, вот этот вектор, который у вас получается большой, допустим, 100000 мерный, он довольно тяжелый при дальнейшей математической обработке, о которой мы дальше поговорим. Поэтому его хотят сжать. Как его сжать? Это первый вопрос, его хотят сжать. Второй вопрос, у вас слова, которые являются синонимы, красивые, прекрасные, замечательные, в этом векторе будут представлены как три колонки. Это фигня, потому что на самом деле мы говорим о синонимах. Как это сжать? Ну, с одной стороны, возможно, вам нужно составить словарь синонимов, где-то его держать под рукой и склеивать их. Это такой подход геморройный, долгий. Поэтому Google предложил довольно недавно другое решение. Производится статическая обработка текста и обучение двуслойной нейронной сети. После этого, ну, я не буду рассказывать, как это работает, почитайте. Это интересно вообще, как это сделано. Ну, сделано примитивно в лоб. Просто много данных и двуслойная нейронка, нейронная сеть. В итоге у вас получается на выходе некая математическая модель, о которой мы сегодня говорим. На вход, в который вы подаете слово, а на выходе получаете вектор. Значит, на выходе получается вектор, например, не 100 тысяч мерный, а 300 мерный. То есть, во-первых, сжимается вектор, во-вторых, склеиваются синонимы. Вот суть, еще раз, суть Word2Vec библиотеки – это обработка текстов большого объема для того, чтобы вы могли ваши тексты сжимать и для слов получать не точку в 100 мерном векторе какую-то, а именно, допустим, точку в 300 мерном векторе, где будет не точка, а будут некие коэффициенты. Вы можете слова складывать между собой и получать, например, сокращенный вектор этого текста. Что это дает? Во-первых, улучшается качество, потому что в стиле синонимы у вас улучшается качество векторизованного текста. Во-вторых, уменьшается время обработки. В принципе, как-то так, кратко. Ладно, мы тут остановились немножко на слайде, да, идем дальше. Сбор данных для анализа. Как данные собирать? Ну, мы собираем, я сказал, как. Вот Саша Демидов, может, расскажет. Да, а вот ты включил. Да? Скажешь, именно вот разбор данных не надо. Давай. Ну, хочешь, я тебе это... Сейчас, Саша, подключишься. В общем, вы можете собирать, брать данные из логов, вы можете брать данные, как мы собираем через Куки, через Nginx. Вот. Ну, многие собирают данные там с разных логов, разных мультиканалей, с разных устройств. Ну, в принципе, как собирать данные, либо логи, начните с логов, да, приложения, работы приложения, либо, если у вас, как мы сделали, счетчик на неком домене, нужно хиты собирать и куда-то класть. Вот. Мы реализовали технологию, Саша расскажет, Nginx.lo. На базе технологии Nginx.lo. Немножко расскажи. Добрый день, коллеги. Рад вас всех приветствовать. Меня зовут Александр Демидов. Ну, Саша, могу сам рассказать, потому что, в общем, мы вместе в этом процессе участвовали. На самом деле, мы, в общем, долго думали, как нам эти данные собирать, потому что два вопроса. Первое. Их надо собрать очень быстро. Для пользователя ничего не должно замедлиться. Никакими внешними счетчиками, никакими инструментами. То есть, какой-то механизм, который эти данные будет собирать, он очень быстро должен отдать клиенту 200 ОК. И потом эти данные куда-то сохранить. Второй вопрос. Как потом эти данные обрабатывать? То есть, с одной стороны, у нас должна быть быстрота записи, с другой стороны, удобство выборки. Мы, в общем, смотрели на разные инструменты. Сначала тупо в лоб мы хотели просто использовать революционную базу данных. MySQL, с которым мы хорошо знакомы, хорошо умеем работать. Но достаточно быстро этот вариант отмели, потому что мы понимали, что у нас запросов на вставки будет до полутора-двух тысяч в секунду. Это, собственно, миллионы вставок в день. И потом, в общем, со всем этим работать будет неудобно. Мы смотрели на разные другие механизмы, в том числе на колоночные базы данных, на какие-то еще инструменты. Но нам помогло то, что вся наша инфраструктура расположена в Амазоне как раз буквально за несколько месяцев до того, как мы стали запускать свой сервис. Они придумали такой сервис, он называется Amazon Kinesis. Это некий аналог очередей. В общем, сервис, который является большим-большим буфером, куда можно очень быстро писать любые события, хиты, логи, еще что-либо. А потом уже спокойно в фоне, там, воркерами эти данные выбирать из этого буфера, раскладывать уже в реализационные базы данных, в NoSQL хранилище, и уже делать по ним ту или иную аналитику и еще что-то с ними делать. Как эти данные складывать в Kinesis, это тоже, в общем, был вопрос, потому что стандартным Nginx прокси сделать какой-то в этот Kinesis не получалось, потому что там нужна была достаточно сложная логика работы с куками, с идентификацией пользователей. И самое главное, нужна была авторизация в Amazon версии 4, которая, в общем, достаточно сложная. Там подписанный запрос надо было генерить, и стандартным Nginx просто конфигом это не делалось. Стандартная схема какой-нибудь двухуровневый, там, веб-сервер Nginx и Backend тоже, в общем, нам не нравилась, потому что мы понимали, что по числу одновременно обрабатываемых коннектов хитов мы будем ограничены, и все это будет немножко тяжело. Стали смотреть какие-то встроенные в Nginx модули, вплоть до того, что думали самостоятельно написать какой-то модуль к Nginx на C, который будет быстро это делать. Посмотрели на встроенный перловый модуль, но прямо явно в документации к этому модулю написано модуль экспериментальный, поэтому, возможно, все, поэтому, в общем, не стали его использовать. И в итоге посмотрели на модуль к Nginx Lua, который, на самом деле, оказался очень легкий, очень простой. Самое главное, он, во-первых, очень гибкий, он позволяет обрабатывать запрос к Nginx на любой его фазе. На фазе рерайта, на фазе отправки запроса к прокси, если мы используем проксирование, на фазе получения ответа от прокси мы можем обрабатывать как поступивший запрос, так или иначе, видоизменяя, можем обрабатывать ответ, который мы отдаем клиенту. А самое главное, он хоть и работает как в синхронном режиме, все запросы являются неблокирующими. То есть у нас может одновременно обрабатываться очень-очень много запросов. В итоге мы написали достаточно простой конфиг, буквально две странички, может быть, строк 50 кода на Lua, который как раз реализует у нас проверку Кук и ту самую авторизацию в Amazon версии 4. В общем, одна простая легкая виртуальная машина с двумя ядрами и 4 гигабайтами оперативной памяти у нас обрабатывает те самые, на данный момент, по-моему, в пике до 2000 хитов в секунду. Эти запросы вставляются в Kinesis. Дальше на PHP, почему на PHP? Просто потому что нам удобно, мы его знаем. Написали воркеры, которые уже дальше из Kinesis, никак не влияя уже дальше на скорость работы клиентов, выбирают эти данные, раскладывают, как нам нужно, в NoSQL, в DynamoDB, ну и дальше мы их используем для той или иной обработки. Саша? Саша, спасибо. Да, я, может, добавлю немножко, что мы используем простой инструмент, который работает. То есть мы отказались от программирования C под Nginx, потому что долго-дорого, и Nginx немножко недокументирован, мягко сказать. Во-вторых, лоя работает в неблокирующем режиме с помощью системных вызов в Select Pool. Ну, Nginx так работает. Поэтому задача решилась красиво, хорошо, дешево. Если у вас нет Nginx, вы пишете Apache, ну, просто собирайте данные через Apache. Просто там тысяч запросов в секунду, наверное, не соберете. Ну, как бы, все равно... То есть, смотрите, Big Data начинается... Не думайте, что надо много данных для пользы. Мы сейчас будем с вами деньги зарабатывать, когда данных мало, научимся. Поэтому научитесь просто собирать данные в любом количестве. 100 тысяч, не знаю, там, событий в день, сколько угодно. Эти данные уже полезны. А Big Data, если... Ну, будет Big Data, будет Big Data, не будет, ничего страшного, все равно мы денежки заработаем. Вот. Так, значит, какие инструменты по логам? Ну, какие инструменты? Avc, например, да, или Perl. То есть, Unix инструменты для обработки логов. Ну, или напишите что-нибудь там на Java, допустим, для быстрой обработки. То есть, тут на Python, то есть, мы ничего не используем, мы пишем, но несколько строчек и оно работает. Идем дальше. Что собираем мы, значит, у нас конкретно? Мы собираем события просмотра товара, добавление в корзину, заказа и оплаты заказа. Вот. Прошу прощения, так, значит, мы собираем куклу пользователя хэш-лицензии. Ну, то есть, я сейчас вам рассказываю немножко вот про домен, название товара, название категории, мы собираем тексты, ID рекомендации и несколько ряд других. То есть, смотрите, то есть, может быть, что-то вы будете собирать, ну, из этой области, может быть, там, что-то, что-то другое, но, в принципе, как бы, сейчас я вот закрою, тут у меня, сейчас я, я прошу прощения, сейчас я портал прикрою, секундочку, секундочку. Сейчас с портала выскакивают, с портала выскакивают сообщения, так, сюда-сюда. Видно, да? То есть, мы собираем события, собираем цены, собираем название товаров, категории товаров, некие ID-шники и мы собираем e-mail еще, но в форме такой, хэш от e-mail, не персональные данные, но для того, чтобы машина, машине на самом деле все равно, хэш это или e-mail. Это некий факт, некий, допустим, мультиномиальный атрибут. Я думаю, понятно со сбором. Так, теперь, риски. Ну, про Саша рассказал, да, про Nginx.lua, NoSQL решение для сбора. Если данных у вас очень много, то вы на один бис все это не положите, вам нужен некий, некая кластерная файл-система. Ну, можете в Amazon положить, там, вот, можете локально поднять Hadoop, Hadoop с локальной файл-системой HDFS или любой другой аналог, класть данные туда. Вообще, суть Hadoop-а в чем? В том, что мы можете разводить кластер и кластерную файловую систему, да, очень быстро, на обычном недорогом железе. Вот суть. С резервированием, там, не меньше двух. То есть, если там, допустим, у вас, там, три машины, две выходят из строя, у вас данные сохранятся. Вот смысл Hadoop. Если данных много, поэтому делайте, закупайте машинки или арендуйте, или сохраняйте файл там. Вот. Все это делать можно за дни. Вот мы, там, в принципе, за дни реализовали сбор данных. Со сбором все. Теперь дальше идем. Чтобы не программировать, да, сразу получить результаты машинного обучения, можно использовать готовые инструменты. Из них популярные решения, это GUI-шные вещи, типа RapidMiner. Шестая версия платная, можно скачать бесплатную, и она полнофункциональная, в принципе, достаточно. Там и серверная есть часть, и репозиторий общей математических моделей. Поэтому, посмотрите, очень... Я сам пользуюсь RapidMiner. Есть еще SAS продукт, есть SPSS объемовки. Ну, они такие, на мой взгляд, более интерпрайзные, большие, но по возможности, насколько я знаю, я их глубоко не копал. RapidMiner я копал очень глубоко. Я эти не копал, но по отзывам коллег, в них гораздо меньше возможностей, но больше встроенных мастеров. То есть, если у вас нет времени, можете использовать эти продукты. Если вы хотите покопаться, то есть, ну, смотрите, как RapidMiner работает. Это GUI, которые состоят из кубиков, из которых составляются модели для аналитики и машинного обучения по данным. То есть, готовый набор компонентов. Их там порядка нескольких сот компонентов. Можно, там, в принципе, за неделю можно все посмотреть. Таким образом, без программирования можете обработать данные, получить результат и даже не написав в срочке кода, уже внедрить процесс машинного обучения в компанию. Плюс, допустим, вы можете, в RapidMiner есть возможность, вот эту модель, которую вы сделали, накидали, вы можете выгрузить на сервер. Ну, там, Java, такая технология, сервер-приложение, там, ну, это все бесплатно в этой версии. Выгружаете на сервер и через REST-запросы у вас система получает запросы по машинному обучению и дает ответ. Например, спам не спам, или там уйдет клиент, не уйдет клиент. Вы получаете ответ и все. И, то есть, можете без программирования внедрить вот эту штуку, все в проекте, в компании, пользоваться прекрасно. Там прекрасный алгоритм, реализованный в нем. Довольно там навороченные возможности, например, в RapidMiner есть возможность оптимизировать математическую модель, чего я не нашел в других открытых библиотеках совсем. Не нашел. Нет. Вот, поэтому, некая вещь незаменяемая. Но, с другой стороны, когда вы пишете код, то, ну, у вас больше гибкости, поэтому мы сейчас дальше о коде поговорим. А, ну, что тут еще в этих GUI-шках есть? Ну, графики красиво можно строить, выгружать, там, файлики в CSV, в Excel, то есть, удобно, да. Ну, плюс еще есть бесплатные библиотечки по машинному обучению. Ну, такая, наверное, наиболее популярная, это все-таки Python-овская. Вот она, Skykit-leon.org. Ну, проблема, скажу, глобальная проблема Python-овских библиотек в том, что Python вообще, он не очень хорошо, на мой взгляд, масштабируется. И поэтому Python прикрепляется к кластеру на Spark, который потом там будет производить вычисление. То есть, если что-то большое у вас попадет на Python, скорее всего, вы на нем не посчитаете, на этой библиотеке, вам нужно будет рассказать что-то для работы с большими данными. Для этого посмотрите на библиотеку Spark ML-Leap. Там гораздо меньше алгоритмов, чем в Python-овской Skykit-leon, но зато эти алгоритмы параллельны, вы можете накидать, если что, машина в кластер и посчитать все, что вам нужно на кластере. Это плюс. Ну, конечно, известно еще вот у нас язык R, да, тоже известен для обработки, для аналитики с пользацией. Мы не используем в компании, но, насколько я знаю, коллег общался с представителем Microsoft, в Azure есть хорошая поддержка машинного обучения при использовании языка R. Поэтому, если вы работаете на стеке Microsoft, то, может быть, R вам подойдет. Что еще на поверхности из библиотек? В Амазоне, в Амазоне выпустили не так, да, наверное, уже, наверное, полгода прошло, выпустили поддержку машинного обучения, логистическую, бинарный классификатор, мы дальше поговорим, что это такое, как облачный сервис. То есть, если вам нужно данные раскидать на две части, например, уйдет клиент, не уйдет клиент, принесет деньги, не принесет, так далее, вы можете прямо в Амазоне запуститься и потренировать бинарный классификатор почти без программирования. Идем дальше. Немножко посмотрим, если все-таки вы хотите, чтобы у вас работал аналитик, занимался этим анализом, математик и так далее, аналитик-разработчик, то мы сейчас немножко посмотрим, что у него на рабочем месте должно быть. Но это как, мы так пробежим быстренько тут. В принципе, можно человека нагрузить чем? Организовать сбор данных, он должен понимать, какие есть данные, да, и где они лежат. Дальше, минимум, если он может программировать, ну хотя бы SQL он должен знать, тогда он нам в компанию принесет пользу. Потом мы сажаем его в инструменты типа RapidMiner, SAS, SPSS, и чувак работает, занимается машинным обучением, дает нам результаты для маркетинга, мы заработаем данные. Проблема тут какая одна? Ну, человека, вы такого найдете, да, там, может, кандидата наук, может, он вам не нужен. Но если вы найдете такого человека, проблема, куда соберет данные, мы уже поговорили, да, реализация дней сбора. Вопрос, как он будет по ним SQL гонять? Как научить аналитикой гонять SQL по этим данным? Если они хранятся в виде файлов, если они хранятся в виде, там, допустим, SQL, да, как гонять SQL? Такие инструменты, такие решения есть, сейчас мы о них поговорим. Смотрите, сейчас, на самом деле, вот, как вообще работать с данными, которые мы уже научились собирать и сохранили, как с ними работать дальше? Аналитику. В этом вопрос. Как аналитику работать? Сейчас идет война систем хранения. На рынке четыре важных игрока, четыре лагеря. Первый лагерь, я с самого низа начинаю, это классика, MySQL и MySQL Oracle. Ребята говорят, что Big Data это все булшит, их, значит, базы справляются с этими объемами данных. Но, на самом деле, мы понимаем, что они справляются, и MySQL, там, несколько десятков миллионов записей, он просто лопнет, он будет тормозить. Он не создан для таких объемов данных, не создан. Ни одна система не создана. Система, обычно, классическая SQL-система, которая поддерживает идеологию ACID, Atomacity, Consistent, Изоляция и Durability, надежность, она не будет работать с большими данными. Слишком данных много. Какие там, нахрен, транзакции могут быть? Если у вас будут транзакции в кластере, у вас будет все тормозить дико, потому что, там, двухфазный коммит, куча машин, поэтому эти системы не подходят. Поэтому люди стали писать, вот, первое, я вверх поднимаюсь, на третий пункт, появились MySQL-решения. MySQL-решения, ну, на слуху, Cassandra, HBS, Amazon, DynamoDB, ну, и Redis, там, так далее, да, тоже. Как они работают? По сути, MySQL-решения – это набор мемкэш-серверов, ну, обычных, простых сервиров, сервисов, которые сохраняют ключ-значение. Просто они в кольце, закольцованное, для надежности. То есть, они, на самом деле, хорошо работают со сохранением ключа и значения. Причем это делают надежно. Если один сервер упал, вы можете сохранить на втором. Вот их суть. Да, некоторые умеют делать диапазоны выборки. Например, вы можете сказать, дай мне ключи, упорядоченные по этому полю. Вот и все. Какую-то аналитику сложную вы не сможете делать на MySQL-решениях. Они пытаются продавать там всякие джойны у них есть, но они дико тормозные, они вообще не о том. MySQL не для этого. Поэтому варихаузом они будут кучей геморрой вам принесут. Поэтому как сохранять данные, MySQL подходит, как анализировать данные, MySQL гонять по ним, они не подходят. Значит, дальше, пункт первый у меня теперь. SQL на MapReduce. Вот эти ребята, которые сделали нам Hadoop, да, проект, они, то есть, вошло в моду изначально, что Facebook там на эту тему говорил, не только он, что можно гонять SQL-запросы по данным, сохраненным в виде обычных файлов, либо сжатых файлов. Ну, там формат отличается, но, по сути, это обычные файлы, нифига не индексированные. Вот. Как гонять эти SQL-запросы? С помощью MapReduce. То есть, я пишу SQL-ку. Я знаю структуру, я сказал, в таком-то файле хранятся данные вот так-то. Все. Никаких там этих внешних ключей забудь, никаких индексов. Ну, индексы пытаются добавить, но у них не получается, они не умеют еще с индексами работать эти решения. Дальше я говорю, теперь выполни запрос. То есть, аналитик написал SQL-запрос, например, агрегирует данные в такой там файле. Если запускается куча MapReduce задач, они жужжат на кластере, и на выходе вы получаете результат. В принципе, да. Очень удобно это делает Hive, продукт Hive. По-моему, в Facebook появился, потом он в Open Source вошел. Пишите SQL-ку, она в кластере Hadoop выполняется. Отлично, мы сами используем. Pig – похожая вещь, немного другая, мы не используем, но примерно о том же. Сейчас сам Spark тоже предлагает возможность выполнять SQL-запросы на данных. Посмотрите, поиграйтесь. На мой взгляд, Hive – самое стабильное решение. Незастаток этих SQL-запросов в том, что аналитик будет гонять запросы, но они будут выполняться долго. 15, 20, 30 секунд. То есть, человек будет приходить, запускать запросы и будет фигню страдать, ждать выполнения. Хотя, допустим, если вы хотите получить выборку, быструю выборку, на самом деле есть еще вторая строка, это еще один лагерь, это SQL с помощью массива процесса технологии. То есть, этот лагерь говорит нам о чем. Ну, туда входят Impala на слуху, Presta, опять там Facebook затесался со своим Presta, по-моему, Amazon Redshift, Vertica. О чем они говорят? Они говорят, что SQL-мопредюсер – это отстой, это аппендикс, это не будет развиваться, это вообще не о том, это будет работать медленно. Поэтому давайте обычную классическую технологию из обычных баз данных использовать, рационно. Но, то есть, запускается куча драйверов на нодах, и они ходят в разные куски файла и обеспечат параллельным джоинтом или агрегацией данных. Но, по опыту, Impala, Presta, Redshift, они глючные, они падают. То есть, что-то, допустим, быстро выборку вы получите, но есть риск большой. Вот в документации по Impala, интересно, почти везде написано, что если данных много, они в память не помещаются, драйвер упадет и перезапустится. То есть, технология не отработана. Зато она работает ощутимо быстрее. Поэтому обратите внимание на эти решения. Сторонники Vertica могут со мной не согласиться. Насколько я знаю, она намного стабильнее работает решение, но оно платное. Поэтому, если аналитик скажет, хочу работать в Vertica или в Amazon Redshift, вы понимаете, что это будет у него варихаус, он будет гонять SQL-ки по нему. SQL-ки будет гоняться быстрее, но не так надежно, как SQL-мопредюсер, но, может быть, и сойдет. Так, с инструментами, с аналитиками и SQL-ками у нас, по сути, все. Так, у меня вопрос. Тут я не понял. По сути, он матчет все, что не смогла машина вручную и задает правила для знаменитых алгоритмов. Тут я не понял вопрос. Давайте дальше пойдем. Итак, пока машинного обучения нет, ребят, пока у нас бурданных. Теперь, значит, первое. Математика. Прежде всего, прежде всякой математики поговорим о визуализации. Об этом вообще забывают. Смотрите, если у вас задача, например, стоит понять, какие клиенты. Вот одна из задач, которую мы решали, понять, что влияет на платность клиентов. Какие клиенты платные, какие нет. Или понять, какие у вас вообще клиенты есть. Это задача машинного обучения и больших данных, в частности. Смотрите. Первое, что нужно делать, это просто данные визуализировать. Если у вас данные визуализируются, то есть попробуйте визуализировать x, y, z в объеме их, вы можете получить ответы на вопросы без всякой сложной математики. Этого достаточно будет. Визуализация закроет, но она дешевая. Мы часто пользуемся гистограммами. У вас есть данные некие, допустим, время пребывания клиента на странице или время пребывания его в сервисе. Постройте гистограмму. То есть у вас там время пребывания, количество клиентов, которые в этом сервисе прибыли столько времени. Гистограмма даст вам огромную полезную информацию для бизнеса. Что там вообще происходит? Не лезьте там дальше в математику. Если с визуализацией у вас не получается, вы не можете данные получить информацию, нарисовав их на графиках, вы их уже так сделали, так нарисовали и гистограмму сделали. Не получается, данные не делятся, толка нет от визуализации. Тогда вы уже переходите дальше. Хотя бы вот первая гистограмма, раз, потом средняя, средняя отрисовываете отклонение, плюс-минус 3 сигма рисуете, но из статистики. И вот, допустим, ну вот как вот вверху там эти x, y данные, вы раскидываете данные в колонках, видите их корреляцию. Если вы видите корреляцию визуально, она есть, все, математика не нужна. Первая визуализация. Если визуализация вот не подходит, не подходит. А, что можно визуализировать? Ну вот, кто мои клиенты посмотреть? Распределение возрастов, там средних чеков, интересов. Тренд какой-то увидеть, да, там граф увидеть, нарисовать. Увидеть корреляцию визуальную. 2-3 измерения можно визуализировать. Больше измерений сложнее. Можно, говорят, но сложнее и есть в библиотеке. Ну, короче, если у вас измерений больше, скорее всего, визуализация вам сильно тут уже не поможет. Вам нужно будет снижать размерность с помощью материчной факторизации, там, PCA, это технология, Principle Component Analysis или Single Logie Composition. Это уже пошла высшая математика. То есть, короче, пока я по ней не рассказываю, говорю, если визуализация не помогла, не помогла, идем дальше. Если помогла, хорошо. Ну вот, в визуализации, да, гистограммка, там, по ней вы принимаете решение, как у вас данные распределяются. Мы активно используем в скорости сайта, в облачном сервисе битых скорых сайтов визуализацию для гистограмма, времени пребывания, там, в скорости рендерной страницы. Теперь, вот, ребят, начинается уже математика. Математика. Первое, что мы рассмотрим, это кластерный анализ. Что это такое? Кластерный анализ. У вас, вот, вы собрали данные о ваших клиентах, и вы хотите понять, кто они. Для чего? Ну, во-первых, чтобы понять, как с ними работать. Кто ваши клиенты? И у вас измерений много. У вас, например, вектор информации о покупателях и о клиентах стомерный. Вот, как понять, как они кучкуются? То есть, ваша задача скучковать эти точечки. Мы с вами помним, да, что клиент представляет собой точку в многомерном пространстве. Если стомерный вектор, то есть стомерное пространство. И надо понять, а кучкуются эти точки или нет. Понимаете, стомерное пространство и точки, они, возможно, объединяются в облака. Поняв, что эти точки объединяются в облака, вы поймете, на самом деле, с кем вы работаете. Никакой другой инструмент не даст вам ответа на то, какие у вас существуют группы. Как кучкуются ваши клиенты или товары, например. Конкретный пример. BITX24. У нас люди пользуются различными сервисами. Провели кластерный анализ и увидели, что на самом деле существует устойчивый, там, несколько кластеров использования, типового использования инструментов. Я не буду раскрывать. Ну, скажу вот сейчас просто как пример. Допустим, первый кластер людей использует задачи, например, и чаты. Второй кластер людей использует CRM и задачи. Третий кластер – мобильное приложение и чаты. То есть, из всего многообразия использования инструментов, на самом деле, существует всего три кластера клиентов. Таким образом, то есть, это точки жизни. Вот этими инструментами, допустим, я сказал, эти данные я дал сейчас от балды. То есть, на самом деле, они несколько другие. Ну, для того, чтобы вы понимали, как это работает. Таким образом, вы собираетесь и говорите, ребята, а на самом деле у нас покупатели делятся всего на три группы, на три кластера. Мы провели кластер-анализ. И, например, еще собирают данные, например, там, например, количество, ну, там, если вы занимаетесь продажей лекарств, собирайте данные клиентов, количество людей в семье, количество детей, количество взрослых, количество больных, количество больных, там, такими-то заболеваями, там, то-то, 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 то-то. кластеризуете, бах, три кластера. И дальше, дальше, вы бизнесу говорите, а смотрите, у нас клиенты на самом деле всего три кластера, давайте проработать маркетинговые стратегии и взаимодействие на эти кластера. Маркетинговые программы на этот кластер, на этот кластер, на этот кластер. Провели маркетинговые программы, собираете фидбэк, проводите кластерный анализ и видите, как поменялись кластера. Вы видите, что случилось с клиентами. Часто маркетинговые предложения и программы проводят от балды. А давайте вот подействуем вот так на клиента. А давайте вот так. Люди, маркетинг не понимает на самом деле, какие кластера. Зная о кластерах, вы сэкономите деньги, вы сделаете программу, маркетинговое предложение, которую направите только этим людям в этом кластере. Не всем подряд. Если вы направите всем подряд, то они скажут, вы нас спамите. У клиентов падает лояльность. Вот вам деньги. Вы потеряете деньги. У клиентов падает лояльность, они от вас начнут уходить. Если вы будете направить только в кластер маркетинговое приложение, в определенное, то они поймут, что вы прочитаете их мысли, то есть это приложение будет им релевантно. Понимаете, вот в чем суть. Таким образом, вместо одного предложения маркетинга вы делаете три приложения, три разных кластера. В итоге конверсия возрастает, допустим, если у вас цель падает конверсию. И второе, не упадет лояльность, потому что вы не спамите остальных. Вот что дает обычный кластер анализ. Кластеризация бывает четкая. Четкая – это если мы можем четко разделить кого-то в один кластер. Не четкая – это если клиент может попасть в два кластера, ну не парьтесь пока. Мы сейчас говорим о четкой кластеризации, а о баблках. Можно кластеризовать графы, там гораздо сложнее, но механизмы есть. С помощью вероятных моделей можно кластеризовать графы. Допустим, у вас есть социальная сеть или, допустим, связь сайтов между друг с другом. И вы можете определить некие облака в этих графах, которые взаимосвязаны между собой сильно. Тоже для того, чтобы провести маркетинговую акцию. Если данных мало, Python вам поможет. Если данных много, в Spark и Manlyb есть алгоритмы кластеризации. На выходе что вы получаете? На выходе вы получаете, то есть загнали, допустим, тысяча клиентов. На выходе вы получаете, например, несколько кластеров. Количество кластеров вы задаете, например, сразу. Это в алгоритмах Cummins, например. Внутри в алгоритмах количество кластеров считается автоматически. Но вы видите, какие у вас кластера и сколько клиентов в каждом кластере. Два. И третье. Вы понимаете, что за кластера. Вы понимаете по клиентам, которые там, вы понимаете, что за кластер. Вы считаете, что в этом кластере клиенты. Такое есть понятие, как кластер или центроид. Это как бы средняя точка кластера. То есть вы видите, что в этом кластере средний клиент – это клиент, который, например, активно чатится, активно создает задачи. А в другом кластере средний кластер. Можно средний кластер даже взять всех клиентов в этом кластере. То есть что характеризует кластер? Такой клиент, этот кластер характеризует другой клиент, этот кластер характеризует третий клиент. Поняли идею, да? Все. Таким образом мы понимаем, что такое кластер-анализ. Если существует несколько алгоритмов кластеризации, вы можете выбрать любой, начать с простых, типа Cummins, допустим. Ну, самый простой – это иерархическая кластеризация. Когда вы сливаете ближайшие точки, потом сливаете точки ближайшие еще с точками, ну, как капельки объединяются, капельки в большие капли. Это иерархическая кластеризация. То есть, на выходе он дает дерево, а вы видите, как бы связанную связь данных. Но этот алгоритм, он очень ресурсоемкий. Поэтому начинают обычно с алгоритма Cummins, вы задаете 10 кластеров и видите, как у вас данные раскидываются. Потом зайдете меньше кластеров. Вы выбираете оптимальный размер количества. Главное, вы увидите, как клиенты распределяются. Все. И дальше есть другие алгоритмы кластеризации. Я не буду сейчас возгрузить ими. Вы сами их посмотрите. Но суть такая. Берете набор клиентов, кластеризуете и определяете, кто с вами работает. То же самое. Вы можете набор ваших товаров взять, кластеризовать. Вы можете взять набор предпочтений клиентов кластеризовать. Вы увидите то, что обычно люди не видят. Вы увидите многомерное пространство облака и дальше будете с этими облаками работать. Кластерный анализ, бизнес-кейсы. Ну, я уже сказал, сегментация клиентов. Это в маркетинге очень важная вещь, сегментировать клиенты, типов использования сервиса. Мы, например, еще, допустим, в Bitex кластеризовали наш товарный каталог, все тексты склеили похоже, у нас каталог сжался больше, чем в 10 раз, таким образом у нас качество рекомендаций по этому каталогу резко возросло. График кластеризует тоже. Маркетинг работает с целевыми группами. Тут, я думаю, все понятно. Теперь, значит, как это все, сколько это стоит, сколько это делать? На самом деле, в RapidMiner вы можете провести кластерный анализ за 10 минут. В Spark и Monleby, если данных много, вы проводите кластерный анализ за 1-2 дня. Ну, там немножко попрограммировать надо, но можно за день уложиться. Зато много данных обрабатывать. В Spark и Monleby вы можете, в принципе, там аналогично. Ну, он с большими данными так и не работает нормально. На выходе список кластерных групп. Визуализацию кластеров можно делать, но обычно это просто список кластерных групп, их несколько. И какие клиенты там, и средний кластер, а какой клиент является средним. Все. Метрика качества кластеризации существует, это вы не сами почитаете, но не надо тут заниматься садомазохизмом, заниматься каким-то крайностями. Если вы видите, что кластера четкие, этого достаточно. Если у вас данные не кластеризуются, вот, кстати, очень важный момент, я о нем не сказал. Смотрите, кластерный анализ не всегда помогает. Почему? Потому что есть данные, которые на облака не разделяются. Они не разделяются, данные, ребята. Вот так вот у вас. Такие клиенты, что нифига облаков нет. Это вот, если вам повезет, облака будут. А может не повезти, облаков не будет. Таким образом, вы не сможете разобраться. У вас, получается, однородные клиенты, они никуда не группируются. Вот такое вот, ребят, бывает. Поэтому, если такое случилось, тут нам кластер-анализ не помог. А когда он поможет, я не могу сказать. Это зависит от ваших данных. Поэтому, как правило, он помогает, но может не помочь вам. Иногда есть задачи, где вот не делятся клиенты. Поэтому тогда мы переходим дальше, к следующему алгоритму. Так, я сейчас вопросы проверю по кластерному анализу. Как бы с теми, кто не попал в облака, что с ними делать? А, ну, вы это все поднимаете на сервере, на обычном. Зачем облака? Облака не обязательно. Тут, по сути, это все можно на ноутбуке делать, то, что я рассказывал. И на небольших данных. Мы говорим сейчас об алгоритмах и о пользе их для бизнеса, как их продать. А если данных много, вы уходите в облака. Идем дальше. Риски, я уже сказал, по кластерному анализу. Много данных надо делать на спарке. Что работать с текстом? Как кластеризовать тексты? Тексты, кстати, также кластеризуются. Тоже самое вектора, мы уже поговорили. Вы их объединяете, склеиваете. Используйте библиотеку Word2Vec. Вот там у меня она написана. Мы кластеризовали каталог с 18 миллионов товаров. Отлично все кластеризовалось. С использованием алгоритма. Локальность с инститив хешинг. Кстати, я об этом алгоритме расскажу. Смотрите, если у вас данных так много, допустим, миллионы, то миллионы кластеризовать сложно. Стандартные алгоритмы, они работают либо медленно, то есть у вас будет кластер уже, а вы не сможете данные кластеризовать. Слишком много данных, миллионы. Стандартные алгоритмы вам не помогут тут. То есть вам нужно будет либо делать сэмплинг, то есть не все данные кластеризовывать, но тут вы попадаете на неточность. неточность, у вас будет неточная кластеризация. Либо вы можете использовать такие, я называю, хакерские методы, как локальти-сенситив хэшинг. То есть, этот алгоритм, он, это не алгоритм кластеризации на самом деле, это алгоритм поиска похожих товаров. Мы его использовали для кластеризации каталога. Он появился в Альтовисе. В чем суть? Если, допустим, у вас задача стоит склеить дубли. Вот у нас просто сейчас два часа на вебинаре, поэтому я немножко расскажу про этот алгоритм. Задача склеить дубли. Как склеить дубли? У вас, допустим, миллион пользователей или миллион документов, надо убрать дубликат. Как вы это будете делать? По сути, если решать в лоб проблему, вы должны каждый сравнивать с каждым. Вы представляете, сколько у вас будет операций? У вас миллион умножить на миллион. Каждый с каждым, и вы убьетесь просто это делать. Если у вас данных есть миллион, вы представляете, сколько там знаков в лоб с запятой? То есть, в лоб и задачи просто не решаются. Не решаются за разумное время на современных выяснительных систем. Не решаются. Это очень долго. Поэтому, чтобы найти дубли, в лоб, в общем, их нельзя найти, придумывают некие хаки. Хаки, связанные, допустим, как работает локальный сенсив хэшинг. Дубли хэшируются, то есть, ваши пользователи хэшируются и подбираются специальные математические функции, которые совпадают тем больше, чем более похожие пользователи. То есть, из длинного пользователя получать некий хэш. И потом собирать эти хэши в некие хэш-таблицы. Ну, короче, суть в том, что пользователи, вы делаете один прогон ваших хэшированных пользователей, я могу долго об этой технологии рассказывать, целый час, с математическими выкладками, но не хочу вас утруждать. Суть в том, что вы прогоняете один раз пользователей через вероятность на решету, ну, Саша убивается, и у вас пользователи автоматически склеиваются, склеиваются в кластера. Вот и все. Вот суть. Таким образом, вы легко сможете находить дубли потом, вот, и вы можете выполнять поиск ближайшего соседей к пользователю, то есть найти пользователей похожих на данные. Вот как вы решили задачу? Найти пользователей похожего на данные. В лоб вы должны всех просмотреть, сравнить похожесть векторов между собой. Ну, как похожесть? По совпадению атрибутов. Ну, разные есть метрики похожести. Самая простая – это совпадение атрибутов, метрика Джаккарда. Вот. То есть, каждого с каждым сравнить, одного со всеми, и сказать, что эти похожи. Это решение очень долго работает. Если вы сначала прогнали данные через вероятность на решету, то, тогда вы гораздо быстрее найдете похожих пользователей на данного. Потому что вы запросы опять хэшируете, пройдете в эти вот хэш-таблички, выцепите похожих пользователей. То есть, у вас алгоритмические задачи выполнены почти мгновенно. И когда данных много, вам тут ничего не поможет. Вы даже если будете использовать многоуровневое индексирование, это КД-3, оно вам тоже не поможет, потому что эти технологии индексирования многоуровневого, они работают с небольшим объемом данных. А если данных много, только перебор, в принципе, гораздо быстрее работает, чем и эти технологии. Поэтому, просто, может быть, вы что-то не поняли, но запишите себе, что данных много и очень много, специализация не помогает, вам поможет. Локальность с инститив хэшинг и таких хакерских технологий, склейки, дубликаты. Идем дальше. Персонализация. Теперь у меня, значит, рассказ о персональных рекомендациях. Это, вот сейчас немножко, так, немножко, ну, я думаю, запись, я не знаю, можно будет запись скачать. Коллеги, я не знаю, можно ли будет скачать запись. Можно будет, да? Можно будет скачать запись, я записываю вебинар. Теперь, смотрите, теперь отдохните немножко, да, налейте чай. Сейчас будет совершенно другой алгоритм про персонализацию контента. Во-первых, нафига это нужно? Суть в том, что сейчас тренд, и мы это видим по Windows 10, по Android, по Google, по Яндексу, сейчас тренд собирать информацию о нас, чтобы потом нам что-то предлагать. Просчитали уже давно британские ученые на Западе, что если мы предлагаем клиенту релевантный контент, он его с большей вероятностью купит, конверсия гораздо выше. Понимаете? То есть, по сути, цель сейчас какая? У математиков, у айтишников и у продавцов какая? Научиться читать ваши мысли по вашим действиям, чтобы предугадать ваши желания, предугадать ваши вкусы и предложить вам то, о чем вы на самом деле думаете подсознательно, но еще, допустим, так сказать, боитесь об этом говорить, либо желание есть, и вам никто это не предлагает. Вот в чем суть. То есть, учиться читать мысли. Почему бигдата? Откуда бигдата здесь? При чем тут бигдата? Дело в том, что данные научились собирать довольно давно. Хранилища дешевеют. Но сейчас появилась куча дешевого железа, что позволяет нам собирать кучу данных и анализировать их математикой. Поэтому сейчас все кинулись, а есть ли алгоритмы, которые позволят нам заработать на этих данных? Оказывается, есть. И оказывается, многие уже давно зарабатывают на этой информации. На том, что на основании обработки больших данных они угадывают ваши мысли и приводят вам релевантный контент. Вот и все. Еще раз. Суть персонализации – дать клиенту максимально релевантный контент, то есть то, что он хочет нос почесать. Вот человек хочет почесать нос, предложите ему почесать нос. Вот в чем суть. И предложите ему то, что он готов себя скупить. Вот в чем суть. И кто это делает точнее, кто обладает большими датчиками вашего поведения, тот выигрывает. У того продажи выше. Вот в чем суть. И это улучшает и лояльность клиента. Он любит ваш магазин. Вы читаете. Фактически вы становитесь любимой девушкой, которая угадывает ваши мысли. Вот в чем суть вообще персонализации. Понимаете? Это соблазнение на самом деле. Это искусство математического соблазнения. И из-за этого растет конверсия. Теперь как это работает. Вот еще на тему, почему это выгодно. Многие не понимают, зачем персонализировать контент. А вот почему. Обычно в магазинах, онлайн-магазинах, продается обычно что? Продается то, что есть бестселлеры, которые всем известны, их покупают часто. Вот на графике, который справа, вы видите, что тут у нас по ICX это товары, по уменьшению, это товары по уменьшению популярных, по уменьшению количества купленных товаров, например, за месяц. А по Y это количество купленных товаров. То есть мы видим, что небольшая часть товаров за месяц продается очень активно. Это бестселлеры. А вот у вас еще есть длинный хвост, который продается гораздо меньше. И вот персонализация позволяет вам продавать именно товары из этого хвоста. Таким образом, когда мы будем продавать с вами персонализацию клиенту, мы скажем, вы в принципе можете топ-продаж продавать. И такие вот популярные товары, они у вас будут продаваться и так, на главной странице. Но если вы клиенту посоветуете что-то личное, личные вещи, угадаете его мысли, его желания, предугадаете, то вы сможете поднять продавашь продаж из магазина и обороты, и прибыль из товаров из хвоста. Суть понятна. Помимо персонализации, смотрите, тут есть некий такой хак. Так, кроме топ-продаж, можно еще с помощью математического обучения и бигдаты порекомендовать человеку аксессуары к товару. Внимание, это не персональная рекомендация. Но, собрав статистику по покупаемым товарам, вы можете легко, и дальше покажу как, вы можете легко понять, какие товары покупают часто с этим. Существует два типа алгоритмов. Это коллаборативная фильтрация и Frequent Intimset Analyze, которые позволяют вам сказать, что вот такие есть товары, и они покупаются вместе. Либо два, либо три товара. Таким образом, ну, допустим, вы скажете, обратите, это не персональная рекомендация, вы скажете, если вы купили пиво, обычно пиво покупают орешки. Большинство покупают орешки. Все. И человек подумает, да, действительно, ну, коллективный разум, понимаете, система обучилась, и он предлагает орешки. Правильно. То есть, аксессуары можно рекомендовать. Причем эти аксессуары у вас собираются автоматически в системе. Я дальше расскажу как. Не вы руками их набиваете, а это сами люди. Сами люди, покупая товары парами, они вам эту связь создают между товарами. И таким образом, когда человек покупает один товар, вы уже можете сказать, что, скорее всего, он купит второй. Вы только порекомендуйте ему второй товар. Или, например, к памперсам пиво. То есть, жена родила ребенка, муж приходит в магазин, покупает памперсы и покупает пиво, потому что ему нечем заняться. Это тоже связь устойчивая. Таких связей много. У вас они будут, скорее всего, другими. Но, понятно, предложив из пары другой товар, скорее всего, вы угадаете. Это реально повышает конверсию, доказано. И вот я справа внизу книжечку, тут еще вам хочу рекомендовать почитать. Мейнг в массиве ДДСС. Но это продвинутая книжечка. Ну как продвинутая? Это вообще книжечка по алгоритмам для больших данных. В ней мало математики. В ней математика, понятная, в принципе, нам, обычным людям, там, с высшим образованием. Эта книжечка уникальна чем? Тем, что в ней нет много жуткой математики, которая в других книжках по машинному обучению. Которую вообще очень трудно понять. Эту книжку хотя бы можно понять, поработать, прочитать. Это одна из моих любимых книжечек. Книжка из Сенферского университета. Это курс по большим данным. Идем дальше. Коллаборативная фильтрация теперь. Это о том же, о персонализации. Да, вот вы сказали кросс-сел и апсел. Да, кросс-сел это как раз вот, если вы с этим товаром покупают обычно, Big Data вам дает алгоритм. Это как раз кросс-сел. Апсел здесь, если вы хотите, я вам про апсел расскажу чуть позже. Но, может быть, да, если с этим товаром, например, купили батарею, порекомендовать. Ну, тут немножко вот по апселу немножко давайте отложим. По кросс-селу, да, это четкий кросс-сел. Значит, теперь. Как это работает теперь? Как работает персональная рекомендация? Работает следующим образом. В лоб объясняется так. Система смотрит товары, которые есть у вас. Смотрит, что такое вы. Вы это вектор. Колонки это товары, которые вы купили. Система смотрит, вы вектор. И она ищет людей, похожих на вас. Похожих, ну, похожих вектора на вас похожих вектора. То есть люди, которые купили примерно то же самое, что и вы. Нашла. Затем она смотрит, что купили они и еще не купили вы. И все. И рекомендует вам это. Так объясняется просто алгоритм. Ну, допустим, вы посмотрели, допустим, все части Звездных войн, а система видит, что люди, которые посмотрели все части Звездных войн, также посмотрели Интерстеллар. Почти все. Им он понравился. Вот и все. Вот суть вообще рекомендации. Таким образом, с большой, с огромной вероятностью, если система порогнует вам Интерстеллар, это доказано, это уже посчитано на Западе, британскими учеными, вы его купите. Вот суть. Суть понятна. Ну, на самом деле, этот алгоритм в бою не работает, потому что он очень ресурсоемкий. Искать пользователей, похожего на данные. Это решается сложная задача, там сравнения, там нужно индексировать, там и так далее. А этот алгоритм, он, насколько я помню, в Амазоне, Амазон начал заниматься активно, представленными рекомендациями. И поэтому Амазон после этого придумал другой алгоритм. Он простой, но запатитовал. Item-to-item рекомендации. Они работают несколько иначе. Собирается статистика по связям между товарами, да, или к этому товару рекомендации товары, которые с ним часто покупают. То есть, по сути, на самом деле. И когда система смотрит ваш... Вот вы человеку, вы купили, например, пиво купили, вы купили пиво и памперсы. Система, скорее всего, вам порекоменует орешки, пиво, да, и к памперсам. А памперсы, то есть, уже понятно. То есть, там, что-то еще. То есть, система посмотрит, какие товары у вас есть и порекоменует вам то, что вы покупаете с этими товарами. В этом суть item-to-item рекомендации. И бонусом к этому алгоритму вы получаете возможность получать товары, связанные вот с этим товаром. Просто вот от балды, не персональной рекомендации. Человек заходит на пиво, система смотрит, что с пивом берут сухарики и говорит, а еще с этим товаром покупают сухарик. От балды. Ну и от балды, то есть не персональная для всех. Таким образом вы можете, допустим, если человек оформил заказ, оформил его, вы потом смотрите базу заказа. Вы смотрите, что человек, например, купил пиво и не купил сухарики, а мог бы купить, потому что товар связан. Вы ему потом в рассылке догоном шлете, что уважаемый клиент, не забыли ли вы купить сухарики, а камеры батарейку, потому что это покупают часто. И все. Эта рассылка будет очень релевантная, потому что вы предложите то, что человек скорее всего действительно забыл купить. Идем дальше. Визуально видите, как это выглядит математически. У вас какой-то массив памяти. У вас, например, в строках пользователей, в колоночках это товары. Пользователь это вектор. Таким образом, как я алгоритм работы объяснял, система находит пользователей похожих на вас. Ну, нужно предсказать, допустим, смотри пользователей U2. У него есть во втором и в конце, да, у него в конце есть пустые места. Вы хотите понять его желание купить вот эти пустые места на втором месте, на последнем. Система ищет пользователей похожих на вас. Ну, там в матрице, допустим, такие же есть. Смотрит, как они купили товары вот в этих пустых местах, да, и купили ли они. И, короче, математически там, вешено на среднее. То есть алгоритм, я не буду рассказывать, он простой. По сути, ну, по сути, вы прогнозируете желание человека. Я думаю, понятно. Вот, понятно. Таким образом, можно, алгоритмов существует несколько. От коллаборативной фильтрации, вот как я вам сказал сейчас, до там сжатия матриц, ну, это уже реализация. По сути, по сути, как бы алгоритм вот такой простой. И он действительно работает, действительно повышает конверсию. Сейчас мы немножко, так, сколько уровень вхождения item to item? Нет там уровень вхождения, это плоская матрица. Товары и пользователи, все. Item to item показывает связь. То есть у вас item это M1 и M2. Вот. Чем они больше связаны между собой, тем у вас они более похожи. То есть сравнивается два вертикальных вектора. Чем они более похожи, тем товары покупаются вместе. Вот и все. Чек встал на один товар. Вы смотрите, какие товары в матрице все товары пробегают, которые на него наиболее похожи. И их предлагаете. Вот суть. Простая в лоб. Идем дальше. Возможности. Персональные рекомендации коллаборативной фильтрации. Персональные рекомендации. Мы рекомендуем вам такие товары купить. Это понятно. Именно персональные. Дальше. С этим товаром покупают, смотрят там и так далее, так далее, так далее. Это бонусом дается к item to item рекомендации. Все. Делается. Теперь, значит, как это реализовывать? Ну, можно реализовать на Spark и Malib. Там есть библиотека ILS. Там производится матричная факторизация. Но, по сути, строится модель, которая определяет недостающие желания этого клиента к товарам, которые он еще не купил, которые можно достать. Но на больших данных, мы проверили, она нифига не работает. Этот алгоритм, он не оптимальный. То есть, на больших данных матрица сжимается страшно долго. Поэтому можно взять, тупо взять, значит, item to item от времени. Ну, как от времени? Нет, это не от времени. В зависимости, есть ли зависимость item to item от времени? Тут нет времени. Это, смотрите, это товары, которые я купил, например, за месяц и товары, которые купили пользоваться за месяц. Смотрится вот эта матрица. Она, допустим, вы больше месяца данные не смотрите. Можете там за полгода собирать. Но товары могут устареть. Поэтому вы просто за какой-то срок эту матрицу делаете и на ее основе делаете прогноз. Это так делается. Вот. Ну, если вы продаете фильмы, например, или автомобили, то матрицы нужно делать за все время. За все время и смотреть за все время данные. Вот. То есть, там, в принципе, это статическая модель определения желаний. Вот. Значит, делается это все. Либо MLlib, либо мы делали на Apache Mahal. Там есть библиотечка тест. Простая библиотечка с читаемым исходным кодом. В нем формируется матрица на массивах памяти. На Java. Это решение. И легко, значит, миллионы товаров у вас помещаются в нескольких гигабайтах памяти. То есть, очень эффективное решение по скорости. Вот. И нареканий к нему нет. Немножко дописал я его там, пропатчивал чуть-чуть. Работает хорошо. Вот. Что еще? А. Ну, и там, в принципе, там оптимизированы всякие хранилища, хеш-таблицы. Там, делаю, там, этот, хеш-таблицы с лениным пробингом. Ну, эффективно, в общем, хеш-таблицы используются для экономии памяти. Поэтому посмотрите туда. Объем данных, если очень большой, у вас данные могут в память не поместиться, но, наверное, ваши данные поместятся. То есть, тут проблема, короче, в том, что вот эта матрица должна быть в памяти. Вот в чем проблема. Потому что нужно матчить объекты, лазить по всей этой матрице и каждый с каждым сравнивать. Ну, там есть некоторые хаки, но, по сути, алгоритм такой в лоб работает. Поэтому, я не видел решений, распределенных решений, вот, работает алгоритм. Ну, можно сжать размеры матрицы с помощью вот ALS, Spark и Malibi. У вас матрица будет меньше, тогда она в память поместится. Гарантирую, поместится в память. Но, в этом случае сжимаются похожие пользователи, похожие товары, независимо от вас. Но, как бы, там что получается? Получается, что сжиматься матрица может очень долго и вам этот алгоритм может не подойти. Поэтому, вот, такие некие риски есть. Есть еще третий подход к реализации коллаборативной фильтрации. Он основан на том, что просчитываются, значит, все товары и загоняются в поисковик. В данном случае, ну, то есть, там собираются ваши профили, ваши профили, а потом строится кокуринский матриц каждого товара с каждым. Информация загоняется в поисковик. Поисковик, ну, что такое поисковик? Я имею в виду некий софт, который умеет работать с обратным индексом. А в это поисковики. На рынке, что у нас популярно? Это Lucene, либо Solar, это Java, да, либо Sphinx на C++. Два таких мощных решения, куда эти данные можно загнать. И тогда вы можете, если у вас очень много данных для описанных рекомендаций, очень много, что они в памяти же не помещаются в массивах, тогда вы, значит, зафигачиваете это все в поисковик и шуруете запросы по поисковику. Там также можно, ну, то есть, вот эту матричную алгебру, то, что я сейчас рассказал, они также решаются эти задачи через поисковик легко. Вот. В принципе, все. Теперь, значит, как это, ну, реализация, ну, где-то за недельку, в общем, можно это дело закодить довольно, ну, за недельку-две это решается задача, в принципе, одним человеком. Я не думаю, что у вас какие-то риски тут будут. Все, по коллаборативке. Вопросов нет по коллаборативке, идем дальше. Content Best рекомендации. Вот теперь сейчас отключите мозг, вот, опять листик достаньте новый. Content Best рекомендации. Вот. Это другой алгоритм, вообще другой. Это алгоритм, когда система смотрит на ваш текстовый профиль. То есть, что вы покупали раньше. Допустим, ну, вы знаете, купили окна пластиковые или посмотрели, и теперь у вас Android везде, где в холодной погоде вам эти окна предлагают, да, замечали. Google AdWords также работает. Content Best рекомендации. Система собирает ваш профиль, слова, которыми вы интересовались, а затем предлагает вам товары, которые вам интересны по совпадению текстового профиля. Ну, это еще можно использовать не только так, для повышения конверсии, можно еще использовать в поиске. Допустим, если система знает, что у меня Toyota, я интересен с Toyota, когда я просто на сайте ищу шины, мне нужно, по идее, ранжировать запросы и показать шины Toyota вверху. То есть, если вы сделаете релевантный поиск с учетом профиля пользователя и будете показывать товары, сначала релевантный профиль, поиск будет работать лучше, релевантней, и конверсия у вас поднимется. Так делают далеко не все сейчас. Но такая возможность есть технологическая сделать. Теперь, как это работает? Есть совершенно другой алгоритм. Алгоритм такой. Ну, смотрите, если без алгоритмов, без математики, это делается в следующем уровне. Вы фигачите, значит, собираете профиль человека, например, в DynamoDB. Ну, например, слова, которые он смотрел. Да, там, такие-таки-то девушки 13, сиски 20, автомобили 5. Собрали профиль. Дальше вы загоняете в поисковик описание ваших товаров. Ну, например, в Lucent. Дальше вы просто... Заходит человек к вам на сайт, и вы смотрите его профиль, делаете поиск его профиля. Вы говорите, найди товары, похожие на эти слова. Машины, там, сиски, яхты. Система находит товары похожие... Понимаете, в чем суть? Элементарная суть. Чуть глубже, чуть глубже, вы можете это реализовать в коде, сохраняя вектора в виде векторизованного текста профиль пользования и векторизованного текста слова. Ну, то есть, массивы чисел. И дальше, находя просто похожий вектор, ну, то есть, текст это описание пользователя, это вектор, и товары тоже вектор, там, в 100-1000 мерном пространстве, это описание товара. Вы просто матчите все товары, находите наиболее похожие вектора. Так работает поисковик. То есть, это на базе... Ну, он так работает, он, в упрощенном виде, поисковик гораздо сложнее работает. Вы можете еще буллицкую фильтрацию сделать, отфильтровать, например, все товары, которые активны, с такой-то ценой. Но, по сути, просто просматриваются все вектора и находятся вектора наиболее похожие. То есть, опять же, о чем мы говорим? Получается, текстовый профиль человека – это точка в 100-1000 мерном пространстве. Описание товара – это тоже точка в 100-1000 мерном пространстве. Математически определяется либо расстояние между точками, ну, гораздо чаще определяется не расстояние между точками, а угол между точками, если из нуля мерить. Косинус угла. Чем они ближе, тем считаются они более похожи. Я не буду… формула справа проведена, то есть, скалярное произведение векторов, деленное на произведение их длин. Все. Это косинус угла между векторами. Я думаю, суть понятна. В общем, то есть, реализовать это несложно. В чем можно за недельку сделать? В чем риски? Риски в том, что придет, например… Во-первых, где работает коллаборативная фильтрация, а где работает контент-бейс? Это большой вопрос. То есть, коллаборативная фильтрация работает, например, на книжках, на фильмах, а вот контент-бейс работает на тех товарах, которые возобновляемые. Хлеб, молоко, носки, например. То есть, коллаборативка вам не порекомендует то, что вы уже купили. Она запомнила и все, не будет вам это рекомендовать. А если это вам надо постоянно? Поэтому лучшая стратегия – сочетать контент-бейс рекомендации с коллаборативной фильтрацией. Дальше можно улучшить рекомендательную систему, как? Если учитывать пол, например, женщине рекомендовать товары для мужчин. Хотя коллаборативка будет рекомендовать, она пол не различает. И контент-бейс будет рекомендовать, может рекомендовать. То есть, риск есть, что всякая фигня просочится. А ребенку там огромные могут быть туфли рекомендовать с большого размера. То есть, если вы дополнительно будете держать математическую модель, направляющую пол, да, и принадлежность товаров, то вы можете улучшить качество рекомендаций. Ну, это как бы уже тюнинг, да. А по сути, вот мы с вами научились делать персональные рекомендации, да, и персонализировать поиск на базе коллаборативной фильтрации и контент-бейс рекомендаций. Я думаю, все тут понятно просто. Идем дальше. Вопросов я не вижу. А, нет, вот вы пишите там, памперсы рекомендовать сначала, маленький, наверное, потом побольше через время. Нет, коллаборативная фильтрация так не умеет. Это уже не некая логика, что человек купил это, а через какое-то время ему порекомендуем это. Тут такого алгоритма я не встречал. Пока просто статическая связь. Дальше идем. Классификация. Это, теперь, значит, еще возьмите листик отдельный. Это отдельная область алгоритмов классификации. Совершенно другая. Значит, смотрите. Во-первых, не путайте классификацию с классификацией. Совершенно разные вещи вообще. Страшно разные. Классификация, то, что мы до этого проходили, если помните, это объединение в облака вот этих точек в многомерном пространстве. Классификация. Это другое совсем. Это умение. Мы учим компьютер разделять эти точки на две половины. То есть, точки та же самая. У нас там 500-мерное пространство. Точки – это клиенты. Классификация позволяет автоматически строить облака. Она показывает, как клиенты группируются в облака. А классификация – это другое. Мы учим систему. Тут уже мы учим сами, учим ее разделять точки на две части. Допустим, наши вектора – это письма. Спам не спам. Мы сидим и говорим, приходит такой вектор, например, 100-тысячмерный. Мы говорим в системе – это спам. Приходит вектор 100-тысячмерный, другой. Мы говорим – не спам. Таким образом, система, у нее, значит, в голове 100-тысячмерное пространство, точки попадают туда. И мы говорим – эти точки, значит, эти точки – спам, эти точки – не спам. Система должна научиться строить эти точки, разделять на две части. Она, если в лоб объяснять, как это работает, она пытается математически найти плоскость, разделяющую эти точки на две части. Понимаете? То есть провести плоскость, найти, что разделяет эти две части. Вот тут у меня нарисовано, как это, в принципе, происходит. Ну, то есть она пытается в этом пространстве разделить эти две группы сама. Но мы учим ее, мы учим, мы говорим – эта точка туда, эта сюда. Если она не может разделить в лоб плоскостью, есть математический алгоритм, когда эти группы делятся с помощью, например, какой-то сферы, например. Ну, нелинейное пространство мы выходим. Там это отдельная тема. Ну, короче, вы поняли суть. Научить систему делить на две части. Теперь классификация. Смотрите, если мы делим на две части – это бинарная классификация. Если мы делим на много частей клиентов – это мультиклассовая классификация. Запомните, бинарная классификация – прием и мультиклассовая классификация. Теперь самое вкусное, самое приятное. Наконец-то закончится трэш – это бизнес-кейсы. Смотрите. Первое, что сейчас на рынке популярно – найти клиентов, которые готовы уйти. У вас есть данные клиента-инвектора. Вы хотите понять, кто из них уйдет скоро. Зачем это искать? Потому что британские ученые доказали, что привлечь клиента гораздо дороже, несколько раз, чем удержать текущего. Поэтому, если маркетинг не будет заниматься садомазохизмом, постоянно привлекать новых, а будет удерживать текущих, вы сэкономите кучу денег, и ваша компания будет развиваться. То есть клиент-ориетированный подход. Но как понять, какие клиенты готовы уйти? Эта проблема вообще горячо стоит, наиболее горячо в банках, в телекомах, допустим, у которых клиенты. Вообще в любых проектах, у которых есть постоянный клиент. Как понять, что клиент уйдет? Плюс еще был кейс World of Tanks, знаете, игру, наверное, да. Они заказали у Яндекса аналитику того, какие клиенты у них скоро уйдут из World of Tanks, чтобы их удержать, чтобы сделать им какое-то предложение. То есть, видите, на рынке сейчас этот кейс везде отрабатывается. Надо понимать, как он работает. Как это делать? А, ну кейсы. Найти клиентов дальше, готовых стать платными. Вот, допустим, у вас есть сервис, у вас есть клиенты платные, есть бесплатные. Вы собираете статистику по клиентам, по платным, по бесплатным. Потом учите математическую модель и говорите, этот клиент платный, этот клиент бесплатный. И система сама учится определять потом. Смотрите, в чем суть. То есть вы обучаете систему. Говорите, этот платный, этот не платный, этот платный не платный. Этот, допустим, или другая модель. Этот ушел, этот еще не ушел. этот ушел, этот не ушел. Или, допустим, вы говорите, этот клиент купил услугу, этот не купил, этот купил, этот не купил. Виктора те же самые, просто вы задачу ставите иначе. Купил, не купил, учите ее. Или, допустим, этот уволился, этот нет, этот уволился, этот нет. Опять же, задачи очень важные, очень важные. Или пол, например. У вас есть клиенты, вы говорите, это мужчина, женщина, мужчина, женщина. Это важная модель. Мы сказали, для чего нужно пол уметь определять. Для того, чтобы улучшать качество рекомендаций, повышать конверсию. То есть, вы обучили систему и говорите ей, что значит тема, что этот такой, этот такой. Дальше. Так, секундочку, 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 классификация. Теперь, самая фишка алгоритма в чем? Когда вы модель научили, потом вы говорите, даете ей нового клиента, который еще не ушел. Говорите, смотри, вот человек еще не ушел, новый человек, вот у вас он сейчас работает. Скажи, он уйдет, она говорит, он похож на того, кто уйдет с вероятностью 70%. Все. Вы даете текст новый, говорите, спам, не спам, все говорят, спам, вероятность такая-то. Понимаете, в чем дело? То есть, обучив систему на исторических данных, этой математической модели, вы можете потом ей дать текущие данные, новые данные, нового клиента, живого. Она скажет, что он уйдет. И она скажет, что он уволится. И она скажет, что он купит услугу. Потому что, то есть, вы берете клиентов, которые еще не купили услугу, и прогоняете через модель, и она говорит, что какой-то доля из них купит услугу. С большой вероятностью. Вот в чем суть. Понимаете? То есть, вы получаете офигенно важную информацию на бигдате. Вы прогнали данные. Да не только на бигдате, даже на небольших данных это работает уже. Вы научили модель, несколько сот данных прогнали через нее, и на выходе получаете ответ на вопрос, кто из текущих, еще не купивших, ну, купит ее, кто уйдет, кто уволится, понимаете? Вот. Понятно, да, как это работает? Все, понимаете, обучив модель, вы понимаете, потом вы, то есть, надо еще понять, как качество модели определять, то есть, насколько она хорошо работает. Я об этом, это делается так, есть математическая метрика, что если будете от балды говорить, уйдет клиент, не уйдет, уйдет, не уйдет, и потом проверяйте, что система предсказывает. Если она работает так же, как от балды, это значит, модель у вас не получилась. Это весь метрики для этого, там дальше расскажу. Но, если модель работает лучше рандома, эта модель уже полезная. Ее надо использовать в бизнесе, она вам повысит релеванность. Вот и все. Таким образом, я не могу понять, не смеюгать, на ваших данных у вас модель будет работать, но, как правило, бедный конспект работает хорошо. На наших данных практически всегда он работал, мы его дотюнивали иногда, использовали там ядра некие, но если не работает в лоб, например, но просто алгоритм поиграйте, например, не байсов классификатор возьмите, а, например, логистическую регрессию. Ну, то есть, любой алгоритм бедренной классификации, вы увидите, какой работает лучше, какая модель работает лучше, и ее используйте. Возникает вопрос дальше. Вот вы определили значит клиентов, эти клиенты готовы уйти, да, это ценная информация, за нее платят деньги, сейчас готовы платить. Вопрос, как их удержать, чем вы будете клиентов этих удерживать? Вот вопрос. Как эту задачу? А мы уже научились задачу решать. Вы берете, смотрите в другой модели, какие персональные рекомендации можно дать клиенту товары и говорите мы вам предлагаем купить вот эти товары, персональные рекомендации, по скидке или хотим вам предложить вот эти товары по контент-бэйс-рекомендации, по скидке. Можно удержать так. Это первый момент. Второй момент, можно удержать иначе. Опять же, рисуйте на листике бедренной классификации. Мы проводим рассылку с каким-то предложением. Например, предлагаем купить там батарею батарею к смартфону на 10 ампер в час. Кто-то отозвался на это предложение, кто-то нет. Собрали данные, учим модель, вводим на вход вектор пользователя, который мы уже собираем с вами, статистика обычная, обычное действие пользователя. А на выходе купил, не купил услугу, купил, не купил, купил. Обучайте модель. Таким образом, модель у вас умеет определять пользователей, которые склонны к покупке этой батареи. Делается таких моделей несколько и рассылок несколько. У вас получается база рассылок и некая база моделей, обученных по этим темам. Потом, например, когда вам надо клиента удержать, вы говорите в системе, скажи мне, какая модель его лучше всего зацепит. Система говорит, этот клиент попадает в группу, склонную купить вот эту, например, батарею или склонную купить орешки к пиву. Этот клиент релевантен, он скорее всего купит. Все, тогда вы говорите, мы вам предлагаем со скидкой эту батарею, либо орешки. Понимаете, в чем суть? Проводите рассылку, зондируете аудиторию. Обучаем модели, бинарный классификатор. Это западная практика. То есть, мы сами так делаем, и на западе почитатели многие так делают. Затем вы определяете, в какой группе относится клиент, на что он реагирует, на какую услугу. Больше всего реагирует с большей вероятностью. И предлагаете ему эту услугу. Таким образом, вы, скорее всего, удержите. Вот и все. Оценка качества модели, я уже сказал, она должна работать выше рандома. Там математика, я не знаю, тут у меня слайд есть. Дальше, значит, теперь риски. Бинарная классификация, которую вы будете делать. Надо понять, какие атрибуты вы будете собирать. Собирайте сначала все. Нормализуйте атрибуты. Некоторые алгоритмы требуют нормализации атрибутов. То есть, допустим, у вас будет цена, допустим, от 1 до 100, допустим, а вес от 1 до... Ну, то есть, цену в рублях будете мерять, а вес в миллиграммах. У вас будет некий атрибут очень сильно скакать. Некоторые алгоритмы это не терпят. Поэтому нужно данные нормализовать, разделить их на дисперсию и вычесть средне-арифметическое. Но это в описании алгоритмов написано. То есть, каким-то так, каким-то там. Поняли? Поняли? Дальше иногда бинарная классификация не работает. Не работает она. Вы не можете данные разделить никак. То есть, вроде бы собрали все данные, начать делить, они не делятся. У вас модель работает как рандом. В этом случае можно, например, сделать больше атрибутов, как берете первый атрибут, умножаете со вторым, второй с третьим, третий с четвертым и добавляете такие комплексные атрибуты справа. То есть, разные способы, но они такие, очень такие, примитивные. Как можно добавить атрибуты? Для чего это делается? У вас просто размерность вектора вырастает. И модель, математика может в многомерном, более многомерном пространстве вещи разделить. Дальше. Если у вас, например, в лоб простым алгоритмом не решается, простый алгоритм, байсикл-классификатор, например, в лоб не решается задача. Вы можете использовать сложные бинарные классификаторы, типа, например, машины опорных векторов. Она, как правило, гораздо лучше работает, но гораздо дольше. То есть, вы платите времени в расчет. Дальше вы можете поменять ядро алгоритма. Я не буду сейчас рассказывать, что такое Корнелл. Вот это отдельная тема математическая. Но просто в RapidMiner, например, вы можете выбрать несколько ядер и тренировать алгоритм на несколько ядер. И где-то работает лучшая модель, ту модель оставить. Вот бизнес-суч. Реализация. Спарк и Монлибери. Это делается за 2-3 дня. А в RapidMiner за полчаса вы можете собрать данные и определить, кто из клиентов уйдет, кто уволится, кто купит услугу, кто станет платником. Ребята, за полчаса это можно сделать, собрав необходимые данные и вектора. Все. И получив прибыль, получив эту группу, выгрузив в Excel. Я думаю, понятно с классификацией. Значит, измерение качества классификации, я уже сказал, модель должна работать выше рандома. Значит, Confusion Matrix – это метрика, самая популярная для бедной, и не только для бедной классификации. Она приведена справа вверху. Я не буду рассказывать, что это, в Википедии посмотрите. Ну, там базовая логика. Короче, вы можете определить. Ваша задача понять, выше рандома или нет. Разобретесь, как это просто делается. Ну, я внизу показатели AUK, например. Ари Андеркарф больше 5, 0,5. Ну, больше 0,6-0,75-0,7. Эту модель мы берем. Если ниже, то модель, скорее всего, она все-таки ближе к рандому работает. Она вам не поможет. Вот. Эта метрика Ари Андеркарф, она появилась, ее предложение американцы, после того, как на них налетели японцы, размомбили Перл-Харбер. Такая вот историческая аналогия. У них радары работали, они глючили, они не понимали, что не глючат. В итоге они ошибались. Бедной классификатор работал не точно. В итоге методику развили. Короче, методика есть. И определяйте, что модель работает лучше рандома. Я думаю, понятно. Немножко математики, прошу прощения. Так, регрессия теперь дальше. Так, доставайте новый листик. Новый листик. Так. Регрессия. Теперь, значит, смотрите. Регрессия. Что такое регрессия? Значит, бизнес-суть регрессии в том, что у вас есть база цен на квартиры. То есть, квартира. Размер, площадь, этаж, наличие лифта. Ну, все атрибуты квартиры собирайте, короче. Там, наличие метро, там, наличие, там, остановки автобусные, там, и так далее. Сколько минут, там, ехать до чего-то. И цена квартиры. Ваша задача определить, получить новую квартиру в базу и предсказать цену. Как это сделать? Нам помогает алгоритм регрессии. Регрессия, вот, строит такую линию по атрибутам многомерным. Атрибуты у вас, допустим, стомерные, а регрессия строит линию, предсказывающую циферку. То есть, на вход даете квартиру стокомнатную, допустим, да, она вам дает, вам, цена, например, такая же будет. Или, там, наличие, там, подъезда, лифта, оно дает цену. То есть, представьте циферку. Квартиру, автомобиль на рынке. Можно предсказывать зарплату к человеку. Можно предсказывать, сколько вам времени проработать в компании. То есть, у вас куча, вы понимаете, любую циферку можно предсказать с помощью регрессии. Зарплату на вакансию, недавно Хаткантер, там, тестовое задание давал. То есть, есть описание вакансии, есть зарплата, у них есть база. Вот приходит новая вакансия, надо рассчитать стоимость зарплаты. Это обычная регрессия. То есть, берете алгоритм регрессии, также в RapidMiner зафигачьте данные, считаете, на выходе он у вас предсказывает. Там, оценка качества регрессии, ну, количество ошибок считается просто. Ну, вот, например, регрессию часто используют для, есть такой, значит, бизнес-метик Customer Last Time Value. Смотрите, у вас есть клиенты в компании, которые с вами работают и платят за что-то. У каждого клиента есть стоимость. Сколько он, допустим, денег принес в компании? Customer Last Time Value, сколько он денег принес? Наша задача, чтобы таких клиентов было много и они приносили много денег. То есть, клиенты делятся на тех, кто принес много денег, а тех, кто принес мало денег. Ваша задача на базе статистики о клиентах, о которых мы уже говорили, как собирать, предсказать. Внимание, предсказать для нового клиента, который с вами неделю, предсказать, сколько денег вам принесет. Если этот клиент принесет много денег, например, предлагать ему скидки, подарки, бегать вокруг него, соблазнять и так далее. Если вы видите уже математически, что он вам денег не принесет, регрессия показывает, он принесет мало, то нет смысла ему скидки давать, нет смысла вокруг него бегать. Он все равно уйдет. С большой вероятностью. Он все равно, точнее, не уйдет. Он все равно будет с вами, но денег мало принес. Понимаете? Западные системы, вот IBM SPSS, например, они так работают. Значит, звонит клиент, система математически, у них модели уже запущены. Они, как бы, крутятся в серверах. Звонит клиент, система определяет его уровень ухода, чанрейт. Там, допустим, высокий. И система определяет математически, если там новый клиент, сколько денег принесет компании? Прогноз. Допустим, много. Если клиент готов уйти, и он принесет много денег, эта ситуация неординарная, автоматически звонок маршрутизируется на топ-менеджера, который предлагает ему подарки. С хорошими скидками. Вот как это работает. Если звонит клиент, который не готов уйти, и там непонятно, сколько денег он принесет, ну, ему ничего не предлагается. Понимаете? Таким образом, клиент-ориативный маркетинг точечно действует на клиентов, он удерживает клиентов правильными, лояльными предложениями, да? Он знает, что это за клиенты, он предсказывает их будущее, этих клиентов. И вы не рассачиваете деньги на маркетинге, вы знаете, что это за клиенты. Таким образом, ваша бигдата вся обслуживает, удерживает клиентов, повышает у них лояльность, да? И экономит кучу денег, которые можно потом потратить на привлечение новых. Понимаете? Вы тратите кучу денег сейчас. То есть, вы тратите им гораздо меньше денег, клиенты лояльны, лояльны взяты из робототехники. Суть в том, бизнесовая суть, что, допустим, как это работает? Вы выпускаете робота, и он тыкается в стенки, пока не найдет выход из комнаты. Как только он нашел выход из комнаты, он дальше умеет сам, короче, огибая препятствия, как бы, между комнатами находить выход. То есть, сначала он долго тыкается, 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 потом сам определяет выход, и потом по этому выходу выходит. Ну, в голове у этого робота некий граф формируется математически. То есть, и он учится выходить. То есть, вы говорите, кнутый пряник там, тут вышел, не вышел. Для чего это используется? Используется, может быть, кто на коммерции. Ну, вот есть уже сервисы появились на Западе, которые предлагают вам решить, например, сделать для сайта несколько главных страниц, несколько страниц каталога, несколько детальных страниц, несколько мастеров заказа, и затем пустить туда клиентов, мышек. Они будут капушиться, капушиться, капушиться. Цель – это оформить заказ. А потом система автоматически определяет самый оптимальный путь, который ведет к заказу. И сама автоматически выберет вам главную страницу, страницу заказа, детальную страницу и мастер заказа, которые лучше всего ведут к цели. Вот и все. То есть, вам никакое не нужно АБ-тестирование проводить. АБ-тестирование – это взять что-то, поделить клиентов на две группы и гонять их. В данном случае АБ-тестирование происходит автоматически. Вы видите самый оптимальный путь автоматически и довольно быстро, допустим, ваш сайт выстраивается максимальный производитель, или ваш проект. Посмотрите этот алгоритм, рекомендую, современный, популярный. Так, рассказал. Так, ну, получается, стратегия увеличения прибыли у нас. Я уже заканчиваю. Значит, первое. Проводим, изучаем сначала клиентов. Проводим визуализацию, кластерный анализ, да, через кластеризацию, зондирование через бинарный классификатор. Изучаем клиентов, определяем, на что они склонны, как их можно соблазнить, чем можно соблазнить и какие группы клиентов есть. Вырабатываем маркетинговые стратегии и работаем с ними. Потому что мы знаем, что привлечь нового гораздо дороже, чем удержать старого. Дальше. Работает маркетинг у нас, да, работать с этими группами. Дальше. Определяем, какие клиенты готовы уйти. Определяем, в общем, бинарный классификатор, какие клиенты, новые клиенты и старые, также старые. Для старых мы уже знаем CLV, Customer, L-Stand, Value, ну, сколько денег он уже принудит. А для нового мы еще не знаем. Поэтому мы определяем и в зависимости от этого мы некоторым клиентам проводим на них политику удержания, предлагаем им скидки. То есть наши клиенты перестают утекать и повышается их лояльность. В итоге мы экономим кучу денег за счет того, что мы не привлекаем новых, а удерживаем старых. И плюс мы регулярно проводим маркетинговые программы по релевантным кластерным группам, которые готовы товар купить действительно, а не готовы купить, а не просто всем от балды шлем какую-то рассылку. Поэтому у нас растает конверсия и там, и расходный бюджет сокращается. В итоге мы учимся читать мысли клиента и повышаем прибыль. Меньше тубового сплана, больше лояльность. А, и везде у нас, в нашем проекте мы предлагаем персонализированный контент с помощью коллаборативной фильтрации либо контент-бест. Опять же, персонализированный контент повышает конверсию, потому что мы угадываем мысли и предлагаем то, что желает человек в данный момент. Последняя тема у меня. Так, опять отложили, следующий листик берем. Это другая тема. Отключитесь немножко. Если бизнес поставит вопрос, а что влияет на конверсию? Скажите, что влияет на конверсию? Не просто, например, найдите людей, готовых уйти, а скажите, какая причина, что именно влияет на конверсию? Как узнать? Классическое решение этого вопроса, классическое решение, это дерево, есть такой алгоритм, дерево решений, карт. Да, это, значит, ну, как он работает? То есть, у вас, смотрите, есть клиенты, и у вас у каждого клиента 100 атрибутов, допустим, это некие счетчики, да, или что-то другую информацию собрали, не важно что, вы собрали некие данные по ком-то, и есть некая цель, там, да, нет, да, нет, уволился, не уволился, уволился, не уволился, давайте определять, что влияет на увольнение, уволился, не уволился. Мы, то есть, у нас есть данные, как бы, для бинарного классификатора, да, но в данном случае используется не бинарный классификатор, а используется дерево решений. Алгоритм жадный, он не всегда работает, но если этот алгоритм у вас отработает, вам повезет, то система выстроит правила, влияющие на то, что влияет на увольнение. Допустим, она скажет, что на увольнение, вот мы у себя играли с этим алгоритмом, с деревом, очень интересные результаты увидели. Например, мы пытались определить пол сотрудников битых 24, и оказалось, что система сразу определила, что на пол влияет больше всего принадлежность пользователя к администратору, если администратор, скорее всего, мужчина. Если у него большое количество групп, которых администрируют, это тоже, скорее всего, мужчина. То есть, математика очень быстро определила, какой атрибут влияет на то, что человек мужчина или женщина. И все. Таким образом, когда вы построите, вот у меня справа, видите, построено дерево решений, по данным строится дерево решение, система вам покажет, что влияет. Таким образом, кто, почему человек увольняется. Допустим, если человек, допустим, совершил столько звонков из компании куда-то наружу, допустим, будет результат, то он там увольняется. Столько-то человек ушло, поэтому, градность такая-то. Если человек, допустим, допустим, отлучался на работе столько-то времени, больше столько-то дней в месяц, он, скорее всего, увольняется. Таким образом, вы, зная причины, причины, да, ну, или некие следствия из этих причин, вы можете уже на ситуацию как-то рулить. Ну, например, запретить звонки там из офиса, да. Я понимаю, что, допустим, если увеличилось в городе число пожаров, да, и преувеличение число пожаров увеличит число пожарных. Поэтому, чтобы уменьшить число пожаров, надо сократить число пожарных. Это обратная логика. Но, все равно у вас есть некая информация, какие атрибуты, какие метрики влияют на то, что люди там ушли. И вы можете уже на этом принимать некие бизнес-решения. То есть, вы берете, заглядываете, понимаете, вот у вас стомерное описание человека, работающего в компании, стомерное. Как вы поймете, что влияет на увольнение? Вы убьетесь понимать. Вы не сможете. У вас стомерный вектор. Если бы у вас был двухмерный вектор, то вы бы могли бы построить корреляцию, например, первой колонки, да, уволится, не уволится. Второй колонки, уволится, не уволится. То есть, корреляция, допустим, если тут выше, увольняется, тут ниже не увольняется. Но, когда вектор стомерный, вы не можете понять, что влияет на это. Слишком много данных. Визуализировать их нельзя. Поэтому, алгоритмы типа дерево решений тут вам помогут. Они, ответ на вопрос, какие из атрибутов больше всего влияют на это. Но, решается это в RapidMine полчаса, в Spark and Maliby чуть больше. Но, дерево решений, так как это жадный алгоритм, его модификации могут вам не помочь. В этом случае вы можете провести бинарную классификацию, например, логистической регрессии, ну, логистической регрессии, наверное, лучше всего. Система даст вам на выходе построить модель, которая умеет отличать тех, кто уволился, а тех, кто не уволился. И система на выходе дает коэффициенты каждой колонки. Вес колонки при принятии решений математики. И вы тогда говорите, что эти колонки с максимальным весом, они влияют больше всего. Все. Таким образом, тоже, даже если дерево не сработало, вы эти задачи можете решить с помощью бинарного классификатора типа логистической регрессии. Я, наверное, выводы, какие у нас тут. Значит, перед выводами, смотрите, существуют еще такие термины, популярные сейчас. Deep learning, да, надо понять, что это такое. Deep learning, это долгое, глубокое обучение, например, то есть, это когда система обучается в несколько этапов. Например, еще на поверхности два термина, допустим, популярных тоже, надо знать, это, например, решающие леса, random forest. Это просто дерево решений, которых много. Это random forest. То есть, дерево можно использовать не только для определения вопроса, на что влияет, на конверсию, допустим, дерево можно использовать как классификатор, то, что мы уже изучали. То есть, если у вас, допустим, классификатор работает плохо, вы можете классификатор ensemble сделать, кучу классификаторов сделать, 500, и потом они все обрабатывают данные, делают вам какое-то решение, вы там, большинство, например, сказало, что он уволится, поэтому человек уволится. То есть, этот ensemble метод работает так. Популярный метод это дерево решений, лес решений, random forest. Обучаются деревья, немножко не похожи друг на друга. Это уже в rapid mind это все есть. Вы ставите, включаете, можете поиграться с этим лесом. Вот. Это первый. Второй способ это дипленинг. Это алгоритм, когда обучается дерево, потом оно обучается еще раз с результатами предыдущего, потом еще раз, то есть, вы вглубь идете, это гораздо более долгий алгоритм, но он может дать более точные результаты классификации. Поэтому к дипленингу часто относятся нейронные сети. Нейронная сеть однослойная, например, она обучается гораздо быстрее, а вот перцептрон. А многослойная нейронка, она может обучаться часами. Поэтому вот дипленинг это об этом. Я вам про него сейчас не рассказывал, но имейте в виду, как прием, что дипленинг это, в принципе, то же самое, только дающее более точные результаты. Ну, я думаю, вот из текущих техник, которые мы сегодня с вами озвучили, они дадут вам 80% результата, 80% денег. А 20%, допустим, если интересно, вы уже почитаете дипленинг и так далее, всякие там эти энсембл методы, и они, допустим, вам дадут 20%. Я думаю, так. То есть, просто тут сейчас лезть головой, смысла нет, особо ничего они вам не дадут. Итак, выводы. Какие? Бигдатор, она помогает. Да, нужно учиться, но учиться разумно. Изучая приемы, которые позволяют нам извлечь деньги и прибыль из этих данных. Потому что иначе надо учиться будет еще 20 лет, чтобы понять, как это работает. Инструменты сейчас доступны, многие бесплатные, библиотеки бесплатные. Просчитать риски и расходы можно. Обратите, я сейчас вам одно число скажу, значит, смотрите, при использовании машинного обучения, ну, общепризнанный такой вот частный на конференциях, да, звучащий тезис, что 30% моделей только работают. Из 10 моделей только 3 вам принесут, скорее всего, деньги. Остальные, они будут не работать, они будут как роддом работать, допустим. да, то есть, имейте в виду, закладывайте это, что там 7 из 10 вы выкинете, а 3 принесут прибыль. Не лезьте в высшую математику и давайте персонализируем контент, где только можно, и смотрите, что он уже повсюду, то есть, надо сейчас задача наша не отстать от рынка. Так, у меня все, у меня вопрос. Можно последовательно провести список действий и инструментов по созданию сервиса Big Data? Какой список? Скачиваете библиотеки для работы с алгоритмом машинного обучения, делаете сервис для сбора данных, а потом применяете алгоритм к данным и выдаёте результат на выходе. Вот сервис. А бизнес-кейсы я, в принципе, писал. Коллеги, у меня все. Пожалуйста, вопросы в течение минутки. Спасибо. Если интересно, напишите, что понравилось. Если что-то там непонятно, напишите, что не понравилось, я буду иметь в виду с коллегами. Всем спасибо. Минутку жду. Запись будет. Да, суть была, что кратко и понятно и куда копать, чтобы сориентироваться-то. Список литературы, но смотрите, тут ну я одну книжку показал, а по машинному обучению на гугле там жуткие книжки профессоров математики есть разные. Ну вот тут я даже не знаю, что прокомендовать. Я, в общем, доступные, ну есть доступные книжки там небольшие, как введение можно посмотреть. Да. слов нахер и похер не было. С кем контактить? Ну, так, контакт, пожалуйста, сейчас, так-то. Ага, я вопрос читаю, да. Ну, где запись будет? Я думаю, на сайте, да? Чай вкусный. Там, где был с вебинаров? А, ну, с вебинаров там, да. Там будет у нас. Да. Коллеги, спасибо. Нейронные сети, да, я не рассказал про них. Ну, потому что, ну, как-то они вот популярны, но для прикладного все-таки анализа, мне кажется, мне кажется, они сейчас, можно без них пока никогда им прожить. Они доступны в RapidMiner, в других инструментах. Ну, по сути, это классификатор. Классификатор, да. Я рассказал про Virtuex, про нейронку, упомянул ее. Их тоже можно использовать. То есть, алгоритм вы выберете сами. А вот, я бы по сути рассказал, бинарный классификатор, мультиклассификатор, регрессия. Коллеги, ну, тогда удачи вам. Спасибо. Всех отпускаем. Если что, пишите, вот, контакты, и мы выложим презентацию. Все. Удачи, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...